Сегодня 21 декабря 2013 года мы встречаемся с выдающимся российским математиком, академиком или иным Владимиром Александровичем, заведующим кафедрой общей математики ВМК МГУ. Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, о своем пути в науку. Я родился в древнем русском городе Козельске. Этот город летописем, по крайней мере, на год раньше Москвы упоминается. Москва впервые упоминается в 1147, а Козельск в 1146. Свой город, который, да? Правильно. Этот город оказал героическое сопротивление в момент татаро-монгольского нашествия. Вплоть до того, что там Москва, Рязань, Владимир оборонялись несколько дней, а Козельск оказал семинедельное героическое сопротивление. В этом городе я жил до трех лет. Собственно говоря, хоть это и моя родина, но с трех лет я уже являюсь москвичом. Мои родители переехали в Москву в момент, когда я был совсем маленьким. Я там жил уже без них даже у дедушки и бабушки. На такой, знаете, провинциальной, дикой улице, которая называлась Малая Заречья. Родители мои, значит, кончили пединституты. Мама кончила Московский государственный педагогический институт, теперь он университет называется, который в то время носил имя Ленина и назывался вторым МГУ. А папа уже, папа мой был старше мамы лет на семь. Он уже к этому времени имел математическое образование, а мама стала учителем физики и математики. Если копать дальше, то насчет дедушек и бабушек, то один дедушка по матерной линии у меня был довольно высокого купеческого звания. Я бы сказал, процветающего купеческого звания, вплоть до того, что какому-то из его предков принадлежал знаменитый магазин на улице, который назывался в советское время улица Кирова, а сейчас Мясницкой называется. Это в Москве что-то? В Москве. Есть магазин «Чай-кофе», знаменитый такой магазин. По преданиям, он принадлежал кому-то из моих дальних предков. Они москвичами были, да? Нет, они жили, а ведь купеческие купцы жили везде и всюду. А это отпрыски их жили. У дедушки по матерной линии был довольно большой дом, который был, значит, ну, отнят у них в 1929 году. Но первый год я еще жил в этом доме. Это огромный дом такой-то. Потом в нем была городская поликлиника и больница всего Козельского района. А другой дедушка у меня был художник-иконописец. Вот у меня, видите, такие вот руки. Это идет у папы и у меня, так сказать. Он был изготовителем икон. И от них, может быть, по линии отца идет у меня довольно хороший музыкальный слух. Дедушка играл на скрипке. Интродукцию иронда Капричуоза Сен-Санса. И пять или шесть лет, когда я уже, живя в Москве, приехал к нему, он сыграл эту вещь, а я ее насвистел. Он бросился меня обнимать. Вот это у меня давно всю жизнь осталось впечатление. Ну и так что я уже был москвичом, но был в эвакуации, потому что в момент, когда я кончил шестой класс, началась война в 1941 году. Сначала в Рязанской области нас, мама моя, поехала как воспитатель интерната со школой. Школьников вывозили вместе с учителями. Учителя исполняли роль воспитателей, да. И мы были сначала в Рязанской области, между прочим, в чудесных местах, в Спасклепиковском районе. Это Мещера. Вот, а потом... В деревне что-то? А? В деревне или в городе? Мы же... Там город Спасклепики. А мы, конечно, жили не в самом городе. Это село Алтухово, как я сейчас помню, на берегу озера какое-то. И я там кончал седьмой класс, не кончал, а учился. Кончить мне не удалось, потому что нас перевезли в Пермскую область, которая в то время называлась Молотовской. Дело в том, что немцы, когда наступали под Москвой, они даже заняли несколько городов Рязанской области. Вот такой город Михайлов есть, а немцами был он оккупирован. И нас увезли, и я учился даже, дальше вот кончал седьмой и даже восьмой класс в Пермской области. Это тоже сельское такое большое село было там, Рождество. В нем вот тоже располагался этот интернат. А потом мы вернулись в Москву, и уже в Москве я окончал девятый и десятый класс в 273-й школе. Я в то время, я слышал здесь выступление Анатолия Тимофеевича Фоменко, я тоже был участником и победителем Олимпиады. У меня даже есть грамота, подписанная. Калмогоров, да? Нет. А кто? Председателем комитета был Гельфанд Игорь Алексеевич. А Калмогоров, он как-то в тени был. Он позднее. А подписанная еще была президентом Московского математического общества Павлом Сергеевичем Александровым. Это ваш научный дедушка, можно сказать, он, да? Правильно. Потому что я ученик Тихонов, а Тихонов, совершенно верно, это мой научный дедушка. И еще было подписано генерал-майором инженерно-авиационной службы членом-корреспондентом Голубевым, который в то время был, это было начало 45-го, конец 44-го года. В 45-м году... На Нахмате висит портрет Голубева где-то на... Да, он был деканом Нахмата, да. Вот в то время. А потом мне предстояло... Да, это в 45-м году впервые постановлением ЦК КПСС и правительства советского были введены аттестаты зрелости. До этого просто давали аттестат об окончании, а здесь постановление было о введении аттестатов зрелости и присуждении золотых и серебряных медалей. Ну и вот я был золотым медалистом в этой 273-й школе. И на моем... У меня до сих пор аттестат есть этот. Я его, когда кончил университет, взял себе домой. На нем написано... Первый раз, когда этот аттестат об окончании школы с золотой медалью, на нем было написано, что предъявитель сего аттестата имеет право поступления без вступительных экзаменов в любой ВУЗ Советского Союза. Потом года два прошло, к медалистам стали относиться уже хуже, и с ними стали проводить собеседование. В УЗНЫ экзамены, да. А потом сначала собеседование, а потом в УЗНЫ экзамены. Ну вот... То есть вы поступили без конкурса? Без конкурса. Я мог в любой ВУЗ поступить, и тут я задал своему отцу, Александру Сергеевичу Ильину, который, кстати говоря, работал до войны, была такая пром-академия имени Сталина. Это такое учреждение, в котором училась жена, Аллилуева, жена Илья Васильевича Ильинича, Хрущев. Был такой Стаханов, шахтер, который прославился. Я хочу сказать, что существовала такая пром-академия Сталина, где вот такие видные в то время, в советское время, люди учились. А он преподавал там? А он там преподавал математику. И там же преподавал Андрей Николаевич Тихонов. И поэтому моего будущего учителя, мой отец, знал еще по пром-академии имени Сталина до войны. И вот когда в 45-м году я кончил школу, отец сказал, я знаю, что ты хочешь стать математиком, но знаешь, для того, чтобы получать сильные результаты в абстрактной математике, нужны очень специфические способности. И я не уверен, что они у тебя есть. Поэтому я даю тебе такой совет. Поступай на кафедру, на физический факультет. Там заведует кафедра математики Тихонов, которого я хорошо знаю. И если у тебя все-таки окажется способность к абстрактной математике, ты у Тихонова сможешь и математикой заняться. А на худой конец сделаешь хорошую прикладную работу. Вот это слова были моего отца. А в те годы Тихонов чем занимается? Тихонов был заведующим кафедрой математики физического факультета МГУ. А в научном плане? Он уже начал заниматься электродинамикой. Тихонов был заведующим кафедрой, она просто называется даже не высшей математики, а математики. Причем это вызывало удивление, когда я сам стал профессором этой кафедры, и мне выдавали диплом профессора, какая-то дама, с сожалению, выдававшая, посмотрела на меня, говорит, всем выдают диплом профессора высшей математики, а вам просто математики. Вы какой-то, видимо, элементарный математик. До сих пор это кафедра так называется. А чем он занимался до этого? Он в этот момент уже начал заниматься электродинамикой и геофизикой. И в 1939 году, собственно говоря, он разработал теорию излучения Луны. Вот там закон Стефана Больцмана, это уравнение четвертого порядка. Это электромагнитного излучения? Да, электромагнитного излучения. А потом он занимался вот чем? По электромагнитной теории зондирования земной коры. То есть вот на поверхности можно, ничего не копая, установить. Есть ли там полезные ископаемые, вот это... Сканирование, типа томографии. Да, да, и томографии, да. Ну и вот и был заведующим. Кстати, эту кафедру, который кончил Маслов, кончил такой, ныне покойник, к сожалению, академик Самарский. Это очень известный был, потом директор института был. Ну и Говорул был такой, член-корреспондент, который вот кончил. А из математиков, ну так я, наверное, должен Самарского и Маслова назвать в первую очередь, но много и докторов наук оттуда было. Вот. Ну и я поступил на эту кафедру, учился. Сначала я поступил, тут же, наверное, надо вот что рассказать. Я поступил заранее, зная, что я пойду на кафедру Тихонова. А в этот момент делали атомную бомбу, и прошел слух, что почти всех насильно переведут на отделение строения вещества. Ну где делают бомбу? А, студентов переведут. Всех студентов. Не дадут распределиться. И так на самом деле и было так. Но здесь мне повезло вот в чем. Повезло, может быть, в том, что я, услышав об этом, я и мой однокурсник Волосов, Владимир Маркович, к сожалению, тоже ныне покойный, доктор наук, мы пошли и начали учиться на заочном мехмате. То есть додавать экзамены. У меня есть документ, что я кончил два курса заочного мехмата. Дельфант его выходит, да? Да, и кто другой. Ну, представьте себе, что Эльц Гольц, Лев Эрнестрович, был такой математик, который был замдекана Мехмата по заочному отделению. И он преподавал на физфаке через него. Но потом все произошло очень хорошо. Я до сих пор всю жизнь должен благодарить профессора Рыбникова, который потом на Мехмате заведовал кафедрой истории математики. А он был профессором физфака. До этого. Даже, может быть, еще на физфаке он был не профессором, а доцентом. Но он был секретарем партийной организации физфак. И он настоял. Говорит, я знаю Евгена, потому что его не надо. Ему нужно дать возможность заняться математикой. То есть я на третьем курсе стал учеником Андрея Николаевича Тихонова. Ну и два еще моих однокурсника. Один из них жив до сих пор. Свешников Алексей Георгиевич. Он потом был долгое время заведующим кафедрой этой же Тихоновской кафедры на физфаке. А второй Читаев, так как вы кончили Мехмат, вам, наверное, известно. Это был такой механик, член-корреспондент теории устойчивости и неустойчивости. Есть теорема неустойчивости, читаю. Да. Это его сын тоже был мой однокурсник. Вот нам троим Тихонов дал разобрать работу свою, только что высшую, которая называлась «О построении функции Грина для уравнения теплопроводности». Правда, я извращаю немножко название. В то время нельзя было называть функцию Грина функцией Грина, функцией источника. Метод Фурье нельзя было называть методом Фурье, методом… Шла борьба с мископогонством перед Западом в эти годы. И как называли… Метод разделения переменных. Метод Даламбера назывался методом распространяющихся волн. Более того, был даже очень короткий период. Ну, вы знаете, эти вот в математике используются ротор и дивергенции. Вместо слова ротор писали «вихрь». Ну, переводится так. А вместо дивергенции раз. Раз сходился. Несколько работ того… Ну, это быстро, это правда. А вихрь, по-моему, говорили до революции, такой герман. Нет, просто писали «вихрь», без мягкого знака, и дальше от чего. Ну, вот так что я отвлекся немножко, извините. А интересно, а «редпейлеры» как называли тогда, нет? Или что-нибудь еще из анализа? Степенной ряд, наверное. Просто степенной ряд. Ну, вот функции Грина точно. И даже моя первая работа, которая в 50-м году вышла, она называется «Функция источника». В ней тоже говорится, она говорится о функции Грина. Ну, вот чему была нам всем троим, то есть мне, Свешникову и Читаеву, ученикам Тихонову, было дано задание разобрать эту работу. И каждому по этой работе была дана тема для самостоятельного научного исследования. Я до сих пор удивляюсь, как Тихонов мне, я не знаю, может, влияние отца моего какой-то он ощущал, что он мне дал самую математическую тему, из тех, которые можно поставить. А именно, вот эта функция Грина для уравнения теплопроводности в цилиндре, она строится через собственные функции сечения цилиндров. И вот в виде белинейного ряда из этих функций, причем там белинейный ряд, это ряд, у которого в числителе стоит произведение двух собственных функций, в двух, вообще говоря, различных точках. А в знаменателе стоит собственное значение. Если оно стоит в первой степени, то это сама функция Грина. Но ему можно это собственное значение в знаменателе брать в любой степени. И вот для того, чтобы построить функцию Грина в цилиндрической области для уравнения теплопроводности, нужно изучить белинейные ряды с любой степенью в знаменателе лямбда. И вот что было и дано мне. Ну, здесь произошло вот что. Первое, я вообще начал с негатива свою научную деятельность. То есть две мои первые работы, первая работа, о которой я сейчас говорю, дошла до того, что в то время настольной книгой специалистов по математической физике была книга Куррент и Гильберт, вот она здесь у меня стоит, «Методы математической физики». И там как раз с помощью белинейного ряда строилась функция Грина для прямоугольников. И было написано, что этот белинейный ряд, который представляет эту функцию Грина, сходится абсолютно и равномерно в любой точке прямоугольника, за исключением малой окрестности той точки, в которой вторая совпадает с первой. То есть функция Грина от двух точек зависит. Нужно, чтобы одна из этих точек лежала в немалой окрестности от двух точек. А в остальных точках сходится абсолютно. Ну, я не знаю, Тихонов мне это подсказал, или я сам, я сейчас думаю, наверное, все-таки в какой-то... Вот Тихонов указал на то, что вот, посмотрите эту работу, и говорит, она какая-то странная. Ошибочная оказалась, да? Да. Первая моя работа заключалась в том, что тот ряд, о котором в этой книге написано, что он сходится абсолютно и равномерно, не сходится абсолютно ни в одной внутренней точке прямоугольника. Это строго теорема была доказана. Какой физический смысл этого? Ну, физический смысл имеет сама функция Грина, а это скорее математический смысл, что нельзя так функцию Грина, если уж бы ее так... А, то есть формула не совсем подходит. Формула не подходит, потому что если ряд не сходится, сходится условно. Ну, да. Ну, есть знаменитая теорема Риммана, которая говорит, что восходящийся ряд, переставив членом, можно заставить сходиться к чему угодно. Ну, опять же, умножать его нельзя, если можно. Поэтому надо, если уж говорить, что функции... Просто неграмотно само выражение, что функции Грина представляется... Так как он не сходится абсолютно, то надо сказать, в каком порядке. Ну, я действительно доказал, что если суммируют в порядке возрастания собственных чисел, то он сходится. Не абсолютно, конечно, но сходится, и даже более общий ряд. Вот это были мои первые работы. Они были выполнены в четвертом курсе, и я получил первые премиум, как студент, в общем, на конкурсе научных работ. Ну, и Тихонов оставил меня после этого в аспиратуру. А это был ваш первый такой математический успех? Или были и... Первый, первый. Они... Это первые мои две работы. Вы знаете, что мои восемьдесятилетия издали в двух томах. Вот, по-моему, это первый том. Это второй том. Это не все труды, но первая работа в первом томе, в докладах Академии наук. Видите, она называется не функция, а не функция. Ну, вот это первые две статьи в ДАН. ДАН – это доклады Академии наук. Это известный журнал, единственным заместителем главного редактора которого я являюсь в настоящее время. Главным редактором является президент Российской Академии наук. Ну, конечно, работать и мне приходится. Спорт был, да, и Осип вообще спорта. Ну, вот я... Ну, вы даете, да? Большое спасибо. Это были первые мои работы. А потом, когда меня оставили в аспирантуру, Тихонов сказал, Володя, я хочу, чтобы вы попробовали какой-то прикладной задачей заниматься. Ну, и дал мне задачу о дифракции электромагнитных волн на клине. Клином в физике называют это двугранный ум. Значит, сначала он не уточнял постановку этой задачи, а потом в его руки он работал в ВАКе. ВАК – это организация, которая утверждает в степенях кандидата, доктора, и раньше и профессора тоже. Ему попала в руки докторская диссертация некоего Георгия Даниловича Малюжинца, ученика Академика Лендовича. Физика. Физика, да. И она ему показалась очень сомнительной, кстати. А докторская диссертация? Докторская диссертация. И, значит, чему была посвящена эта диссертация? Дело в том, что, значит, речь идет о дифракции не на идеально проводящем клине, а на хорошо проводящем. То есть клинь сконструирован из проводника, который, например, металлический. Но примером такого еще является Гринберг и Фок. Фок – это был академик Гринберг и Ченкор рассматривали задачу о дифракции радиогон вблизи поверхности моря. Значит, представьте себе плоскость. Море и суша образуют плоскость. И под некоторым углом отходит дно этого моря. Идеально, если все от мелочи абстрагируется, то можно сказать, что это тоже клинь, образованный морской водой. И хорошо проводящий, потому что проводимость морской воды в 80 раз больше, чем проводимость воздуха. Так что здесь тоже самое. Такая задача, а береговая рефракция, она потом тоже вошла в одну из глав моей диссертации. Но это же касается электростатического электричества, наверное, те же самые задачи радиолокации. Может, с этим связаны тоже? Ну да, но здесь больше все-таки магнитная волна, электромагнитная волна набегает на это. Это не совсем электростатик. Сейчас вам объясню, в чем там дело. Значит, дело в том, почему эти задачи было очень трудно решать в то время. Тогда не было ЭВМ, не было возможности. А для того, чтобы решать эту задачу полностью, 100% математически строго, нужно было задать уравнение Максвелла вне клина, внутри клина. Но уравнение Максвелла сводится к уравнению второго порядка в частных производных. И на поверхности соприкосновения клина и воздуха надо было сопрягать из уравнения Максвелла эти условия. Эта задача на сопряжение, она не посильна была тогда. Тогда не было таких машин, которых можно было считать. И поэтому академик Леонтович придумал, он остроумную вещь придумал. Он придумал вот что. Не нужно решать задачи на сопряжение. Нужно поставить на поверхности хорошего проводника граничные условия. Ну, вы математик, я вам могу сказать, граничные условия третьего рода. Которые связывают нормальную производную и плюс коэффициент h, умноженный на саму функцию. Причем этот коэффициент h мал, когда хороший проводник. А то h мал, а решение, которое... Радиент практически влияет. Да, да. А решение, которое получается с точностью до h квадрат. То есть, представьте себе, если, например, речь шла бы о морской воде 80 раз. H это примерно как 1,8. А в квадрате это уже единица на 80 в квадрате. Это для физики вот так вот. Вполне достаточная точность, которая решает. И вот, собственно, Малюшинец, это ученик этого Леонтовича, он и делал вот что. Он, значит, ставил на поверхности этого клина, то есть двугранного угла, краевые условия Леонтовича, приближенные, третьего рода. И с этими краевыми условиями решал задачу вне этого клина. Так она сильно упрощается. Вот. Но беда заключается вот в чем. Что Леонтович, как человек, видимо, математически достаточно грамотный, вывел свои вот эти граничные условия из уравнения Максвелла и написал совершенно четко, что эти условия верны в окрестности не любой точки соприкосновения хорошего проводника и директорика, а в окрестности только той точки, где эта поверхность гладкая. То есть, на углу просто не идет. Имеет, имеет, а у клина есть ребро. И все идет на смартфон. Так что делал этот Малюшинец? Он, собственно говоря, не ставил на ребре ничего. Он ставил вот на этих двух плоскостях, а там какие-то были олиповатые рассуждения, типа того, что это ребро множеством мер и нуль по сравнению с двумерным объектом плоскостей, мы не будем там ничего ставить, так сказать. И Тихонов, когда ему попало в докторские, тогда докторские в обязательном порядке рецензировались всегда в это время. Я еще уж вам скажу, что с 1966 по 1972 год я был председателем, тогда это называлось не экспертный совет, а экспертной комиссией ВАГ по математике. Уже потом, когда я был, ну, намного позже я этого делал. То, о чем я вам говорю, речь идет примерно о 52-53 году. Летом 53-го года я защищал кандидатскую диссертацию. Ну, что мне Тихонов сказал? Сказал следующее, что, возможно, два варианта. Может быть, хотя он и не ставил Маюжинец в краевое условие на ребре, но, может быть, она ничего и не дала бы, и поэтому, может быть, ваша работа будет теоретическим оправданием того, что Маюжинец действовал верно. Это один возможный вариант. И он тоже вполне достаточен для кандидатской диссертации. А второй возможный вариант заключается в том, что вы строго математически докажете, что он действует в университет. Но оказалось, это второй вариант. А там на ребре напряженность бесконечность не устремляется? Ну, я вам скажу, как я делаю. Там ничего, нет, там ничего. Есть идеально математические... Вот я с сыном Леонтовичем однокурсником являюсь. И сейчас однокурсник мой говорит, ну, желаю все-таки, это ученик его отца, что он говорит, ну, конечно, он зря, надо было бы этот клин срезать эту ребру. Да, да, да. А я, собственно, как я действовал. Сейчас я вам расскажу. Это настолько тривиально, что это можно даже без особого математического образования понять. Вот, значит, любое электромагнитное поле можно представить в виде суперпозиции, то есть суммы двух полей. У одного из которых электрический вектор поляризован параллельно ребру, а у другого магнитный вектор поляризован. Вот любое магнитное поле в виде такой суммы. И давайте отдельно рассматривать эти два поля. Одно у которого электрический вектор поляризован, а у другого магнитный. Но так как он поляризован вдоль ребра, этот вектор, то задача из трехмерной становится двухмерной. Ну, понимаете, то есть взять нужно плоскость перпендикулярную ребру, и вместо двугранного угла получится просто плоская задача, угол. Вершина этого угла будет соответствовать вот этому ребру. Ну, что я делал как математик? Вот вы, наверное, в курсе даже математики помните, как выводится формула Грина для случаев, когда функции имеют в одной точке особенности. Вот она обычно, формула Грина, это произведение от у на дельта в минус в на дельта у. Когда они гладкие, то там ясно, чему это равно, поверхностному интегралу. А когда есть особенность, то эту особенность окружают шариком. Тогда вне шарика никаких особенностей нет, все гладко, справедливо настоящая формула Грина. А потом устремляет радиус этого шарика к нулю. Так как я действовал Грина? Значит, вот возьмем этот линейный угол. Я взял одну последовательность точек АН на одной стороне этого угла, и другую последовательность БН на другой стороне этого угла. И обе последовательности стремятся к вершине. АН, оставаясь на одной стороне угла, стремится КО, а другая. А между точками АН на и БН на я загладил. Я вместо вот этого острия ребра взял и продолжил это кривой с непрерывной кривизной. Понимаете? Ну, типа спайл. Да, да. И загладил. Тогда все верно. Тогда краевые условия. Я написал с условиями Ирина Анатольевича задачу вот с такой заглаженной. Я сразу понял, что я на верном пути через две недели я получил этот негативный результат. Вот почему. Потому что оказалось, что если вы потом начнете Н стремить к бесконечности, то есть точки АН на и БН, то существует предел один и тот же, который не зависит. Предел не зависит от того, по какой кривой между АН на и БН на и вы загладили этот контур. Понимаете? И так же, как в случае вывода формулы Грина, получается добавочный член в пределе, который отличается от прочих членов, дающих решений, вот чем. Все прочие члены в решении ограничены, а добавочный член обращается на ребре в бесконечности, имеет логарифмическую особенность на ребре. Поэтому у меня где-то есть автореферат, я могу вам даже его показать, кандидатский. Я Тихонов мне посоветовал, я теперь бы так не написал уже. Я написал. И еще такой был Кацаналенбаум в докладах опубликовал на эту тему. Значит, я написал следующий в своем автореферате, что в работе рассмотрена задача о дифракции электромагнитных волн на цилиндрических поверхностях, имеющих угловые линии. Это не обязательно клин, это может даже вообще... Ну, например, прямоугольный цилиндр, в течение которого прямоугольный. Кстати, вторая работа Кацаналенбаума, которую я тоже написал, что она ошибочна, именно и касалась этого. Это публикации в докладах, между прочим. Ну и нами показано, что при наличии у проводящей поверхности вот этого ребра или угловой линии, в решении появляется добавочный член, который имеет логарифмическую особенность на этом ребре. Так как все другие члены в решении ограничены, то в окрестности ребра этот добавочный член является превалирующим. А как он затухает, наверное, быстро? Написано дальше. Вследствие этого решение, найденное авторами 1 и 2, один это докторская диссертация Маюшинца, а два это работа в Дон, отличается в малой окрестности ребра от правильного результата на сколько угодно большую величину. Ну и я шел с большим трепетом на защиту кандидатской, она, это перед переездом, я успел вообще кончить и аспирантуру, и студентом в главном, в старом здании МГУ на Маховоде. Вот здесь я только уже с 1953 года МГУ переехал на Ленгору, и я здесь уже был сотрудником. И Тихон у меня предупредил, будьте готовы к возможной дистанции. Не пришли, ни Леонид Анатольевич, ни Малюжинец не пришли на защиту, ни Кацаналинбаум, которого я тоже упомянул. Хотя всем, ну я всем автореферат, в списке рассылка, рассылки автореферата были все трое указаны, но никто из них не пришел. Ну может быть просто они побежали с другими задачами. Ну и я об этом сейчас я даже сожалею, у Малюжинца отобрали докторскую степь, но он потом стал доктором уже несколькими годами позже. Сейчас он умер уже, конечно. Причем Саша Талиантович, это мой однокошник, сын Михаила Александровича Талиантовича, говорит, что он, я как-то удивляюсь. Наверное, папа не передал этому значение, он был одним из моих, его любимых учеников. Ну доктор сказал, что самостоятельная работа. Ну вот, я вам рассказал про первые свои диссертации. После этих двух диссертаций меня вызвал Тихонов и сказал, что, ну Володя, вы получили хорошие результаты в чистой математике, имеется в виду студенческие, и в прикладных вопросах. Теперь я не буду стеснять вашу свободу, и занимайтесь тем, что вам больше по душе. Но он тогда уже увлекся кибернетикой, по-моему, или нет? Ну, он уже близок был к тому, чтобы создать вот этот новый факультет. Как я попал на этот факультет? Он меня просто пригласил туда работать. И я там и стал заведующим, я не стремился. Да, я уж тогда, я не знаю, можно это всем сказать, что нет у меня к занятию постов стремления. Я не страдаю от отсутствия постов. Но так боюсь лишиться вдохновения. Жить без него совсем я не готов. Поэтому, когда Тихонов стал старый, и меня пригласил к себе Лагунов, в то время бывшего ректора ЛГУ, и сказал, готовьтесь быть деканом факультета МК, вычислительные математики и кибернетики, и я сказал, что нет. Ну, говорит, так все говорят. Вы подумайте, через две недели я вызову. Все так говорят, а потом, говорит, поганой метлой не выгонишь поста декана. Соглашайтесь. Ну, я отказался, я не стал деканом, кстати, сейчас деканом ВМК является мой ученик, академик Моисеев Евгений Владимирович. Это сейчас, а тогда стал... А тогда Костомаров стал. После того, как Тихонов первый... Вот, значит, Тихонов, на три декана был на факультете ВМК Тихонов, он был долго, довольно, с 70-го по 90-й год. В 70-м году, в 1970-м был создан факультет. Потом был Костомаров два срока, ну, это примерно 10 лет, на 5 срок. А сейчас уже три срока, вот, Моисеев. Ну, это очень хороший тоже математик, мой ученик, у меня с ним даже есть совместные работы, и даже есть такие работы... Да, кстати, я еще вот какую вещь хочу сказать. У меня больше 100 кандидатов я подготовил. Из них поименно могу назвать 32 человека, защитивших докторские диссертации. Есть академики среди моих учеников, вот, один академик Моисеев, это вот российский академик, есть академик один венгерский, Ласлав Ведингер, есть, теперь уже жалею, что он туда уехал, узбекский академик Шавкат Алинов, член-корреспондент, к сожалению, покойный, Шашмарев у меня, моим учеником является. Ну вот, еще раз хочу сказать, что я никогда не стремился, и даже заведующим кафедрой Тихонов меня уламывал долгое время, чтобы стать на факультете, но я отвлекся и продолжил это. Я стал работать на физфаке, заведующим кафедрой был по-прежнему Тихонов, и наступил такой момент, когда... Я сначала читал лекции по уравнению математической физики, а потом наступил такой момент, что профессор, читавший на физфаке курс анализа, ну и не только анализ, он и курс анализа, это Ефимов, ушел на Мехмат, потому что на Мехмате умер Хинчик, заведующий кафедрой анализа. И Калмагоров, и Александров пригласили Ефимова перейти на Мехмат и заведовать этой кафедрой. Кафедра освободилась. Да, но я еще уж так должен сказать, как я докторскую защитил. Докторскую я подал через три с половиной года после защиты кандидата. Вам 30 лет было защитить докторскую? Да еще даже и не было 30, без нескольких месяцев было 30 лет. И причем я даже мог бы раньше защитить, сейчас я скажу, в 1956 году раньше в Москве проходили всесоюзные математические съезды. И вот был такой всесоюзный математический съезд. Мне было 28 лет в 1956 году. Я выступал с докладом уже по новым результатам, которые я получил после защиты кандидатской. Это были опять чисто математические результаты по спектральной теории оператора Лапласа, дифференциальных операторов, по свойствам спектра, сходимость и расходимость, условия, достаточные и не условия, близкие к окончательному сходимости. И вот я построил так называемые ядра дробного порядка. Это различные степени того интегрального оператора, который порождает, ну, та же функция Грина для оператора. И вот я с этим выступал в 1956 году. И когда мой доклад кончился, ко мне подошел такой Марк Александрович Красносельский. Может быть, вы такой фамилии слышите? Слышал, но я не помню. Ну, это человек, создавший очень большую научную школу в городе Воронеже. Он физик или математический? Он чистый математический. И тополог, топологический, методом дифференциальных. Это Татьяна Николаевна. Безусловно, она его знает. А вот его, например, Татьяна Николаевна, учитель, является учеником Красносельского, Борисович. Да, Борисович. Борисович, это один из... Ну, у него огромное количество докторов у Красносельского. Ну, вот этот Красносельский подошел ко мне после доклада. А я стою, кончился мой доклад. Вокруг меня стоят Тихонов, Самарский. И мои однокурсники, Свешников. И говорят, замечательные результаты. А вы за них доктор? Красносельский меня спросил. Я говорю, да нет, я еще и не доктор. И тогда он, это для него очень типично, говорит, извините меня за грубость, но нужно быть дураком, чтобы иметь такие результаты, не быть доктором наук. И уходя, уже отходя от нас, сказал, кстати, если вы все-таки этим дураком перестанете быть и подадите это в качестве диссертации, я с удовольствием выступлю, вас опомендую. Ну, вот это был спусковой, и я ему до сих пор благодарен за это, хотя я никакого к нему отношения не имел, и ни его школа. То есть, вот он, конечно, поступил. Ну, после этого Тихонов уже заставил меня, он говорит, у вас все время новые результаты, а я работаю за работой. Вот, если вы посмотрите, уже 20 работ было к этому времени. И я подал, Тихонов сказал, что я теперь просто не прошу, а требую от вас, чтобы вы подали. Ну, что вам еще? Есть мои воспоминания, где я об этом пишу. Мои воспоминания в книжке, посвященной Тихонову. Если у меня Тихоновскую книжку... Это сборники, да? Да, там, о Тихонге... Я боюсь, что сейчас у меня ее здесь и нет. Вот, есть одна. Андрей Николаевич Тихонов. А мы обложку еще заснимем так вот. Да, и вы здесь, ну, я не знаю, здесь есть статьи о нем, воспоминания, и есть мои. Вот, кстати, Никольский здесь, видите, показался. Вот. И вот здесь написано про то, что я вам сейчас рассказал. Про то, что я рассказал о Красносельском. Вот. И я начитил докторскую диссертацию на Мехмате, конечно. И вот я, значит, подал эту диссертацию в мае, в мае 57-го года. На Мехмат. Пришел на Мехмат деканом в это время был Калмогоров, который, к сожалению, уже когда защита состоялась, защита состоялась в феврале 58-го года. Он уже перестал быть деканом. Это был такой бурный период, когда Хрущев издал приказ о том, чтобы в вузы поступали 80% мест для поступающих в вуз отводился лицам с производственным стажем. То есть вот школьник, который просто кончил, он мог претендовать только на 20%, а 80% Калмогоров это очень к этому негативно относился. Известно его выступил, он был беспартийный, но где-то на партийном собрании. Говорит, что эти люди не продержатся у нас и одного семестра. Ведь производственный стаж это что такое? Два года работы, кем угодно, грузчиком, дворником, слесарем, машинисткой. Два года проработал, нужна справка о том, что два года стаж. И он получал страшное преимущество при поступлении, потому что 80% мест таким. Ну вот, так вот Калмогоров, я пришел с Тихона, он подал диссертацию, и Калмогоров сказал мне следующие слова, что, к сожалению, вы не мехматянин, и поэтому для того, чтобы защищать на мехмате, и порядок и сейчас такой, мы должны получить два, две рецензии от профессоров мехмата о том, что ваша работа достойна того, чтобы быть защищена на мехмате. Ну а потом тоже спросил. Счастье от совета или необязательного? Нет, нет, от профессоров. А потом спросил меня, ну вы, наверное, докладывали на научных семинарах. Да, кстати, вот из моих стихов вы узнаете, что Тихонов мне советовал, и в этом смысле я ему тоже за это очень благодарен. Я почти все свои математические результаты, полученные после защиты кандидатской, когда я докладывал в семинарах Соболева, больше всего у Соболева, но также в семинаре был такой семинар Петровского и Греймс. Вот, ну вот я сказал, что рассказывал, ну вот и хорошо, говорит Калмогоров, вот пусть рецензию о том, что вы достойны защиты, напишут вам Соболев и Петровский. Ну, с Сергеем Львовичем Соболевым у меня были очень хорошие. Жене, я десятки докладов делал, он через неделю или меньше написал, что работа заслуживает не только того, чтобы быть поставленной, а и степени докторской защиты заслуживает, ее нужно защищать. А Иван Георгиевич ничего не написал, он просто в этот момент Петровского, я имею в виду. Петровский, Иван Георгиевич был ректором, ему было не до моей работы, и он продержал ее на порядка девяти месяцев. В конце концов Тихонов пошел к Калмогору, и они вместе с Калмогоровым встретились с Петровским, и говорит, Иван Георгиевич, ну надо написать вот что-то. Вы знаете, говорит, у меня, я еще не начинал ее даже смотреть. Ну, говорит, у меня 300 страниц, ну тогда все на машинке печатался, 8 глав. Действительно, страшно было взяться за чтение. Да, да, и он сказал, ну вот у меня защитила докторская диссертация моя любимая ученица, Ольга Арсеньевна Овеник, ничего, если она вместо меня, Калмогорова, конечно. Ну, а и дальше, это моя работа попала к Овеник, она через, меньше, чем через две недели написала тоже положительный отзыв, и у меня вот в феврале 58-го года уже не Калмогоров был деканом. Тогда не было диссерционных советов, тогда защита была просто на ученом-совете факультетах, и механике, и, кстати говоря, председателем совета был ставший после Калмогорова деканом Мехмата Слезкин. Ну, и я защитил, вот, единогласно, я обе диссертации. Ну, докторскую-то это не странно, что единогласно, а вот кандидатскую, там, где, могло быть далеко не так. А вот такие чисто организационные диссертационные вопросы, тогда, значит, не было диссертационных советов? Не было. А ВАК все же утверждал, да? ВАК утверждал их звание профессора. У меня есть такая книжечка, вот, сейчас я вам ее покажу, когда я был председателем ВАКа. Уже когда я был председателем ВАКа, многие люди просто, они защищали именно в диссертационном совете, других тогда не было. Но тогда, я считаю, что это был более хороший порядок, чем сейчас. Но тогда все докторские диссертации в ВАКе в обязательном порядке посылались, ну, так называемому, черному оппоненту. Не посылались они только в том случае, если среди присутствующих на заседании членов этого экспертного совета, экспертной комиссии, был человек, который готов был, ну, не отходя от кассы, я такой, написать хотя бы страницу лицензии на эту работу. А все остальные посылались. Вот почему и Малюжинец этот он должен посылаться, вот он Тихонову был послан, о котором я вышел. Ага, так и узнали об этом. Да, да. А вот другой вопрос, вот вы работали в те времена в университете, на физфаке, вы видели им, вот какая нагрузка была у профессора, какое расписание дня? Вы знаете, что я могу сказать? Что нагрузка была, вот сейчас у меня, в данный момент у меня есть 4 молодых ученика, все они стали сотрудниками моей кафедры, и они сейчас жалуются, потому что в последнее время в связи с постановлениями Минобранауки, я уж тогда так отвлекаюсь, скажу, что Садовничий, наш ректор, всегда стремился, чтобы нагрузка в университете была минимальной по возможности, чтобы оставила она время для занятий научной работы. И вот примерно, там у меня есть это стихотворение в моем сборнике, которое я ему подарил, примерно это было лет 5 назад, а может даже и 6, Садовничий отчитывался, делал отчетные доклады как ректор, и сказал, ну все говорили очень многословно, а я сразу уловил, что это в 4 строчки стихотворные можно оценить, что же сделал Садовничий. Стихотворение такое, заслуги ректора хочу отметить, то главное, что удалось ему, отдельные строка в бюджете и отношение 4 к 1. Но отдельные строка в бюджете пояснять не нужно, потому что университет, в отличие от других высших учебных заведений, имел в бюджете отдельную строку. А 4 к 1, и сейчас имею, а 4 к 1, это значит, что на 4 студента приходилось на 1 преподавание. Потом прошло 2 или 3 года, я в коридоре с Садовничим встретился, говорю, как хорошо, вот это, вспомнили мы эти стихотворения, он говорит, оно уже устарело, уже не 4 к 1, а 3 к 1. А потом, и он к этому стремился, а потом, значит, сначала Фурсенко, а потом и Ливанов, вы знаете, что это за него, они начали говорить, это неэффективное использование педагогического кадра. Ну же 25 к 1, и они говорят, и 10 мало, лучше 12. И вот в связи с этим, значит, сейчас, ну, Садовничий борется до сих пор. Но у нас, конечно, сейчас не 4 к 1, но и все-таки и не 10. Хотя 10 это оптимальная сейчас норма, по мнению Ливанова. А что касается меня, как бы меня спросили, какая была нагрузка, я точно могу сказать, что когда я защитил кандидатскую и стал профессором. Да и доцентом это потом, это ведь сначала кандидат наук-ассистент. Вы были ассистентом? Я очень, я был ассистентом до защиты докторства. Дело в том, что диплом, это называется, значит, доктор и кандидат, это называется диплом, а профессор и доцент – ассистат. Вот ассистат доцента я получил одновременно с дипломом доктора наук. Так что я был несколько месяцев из ассистентов, я сразу перешел в профессора. И сколько дней в неделю вы работали как ассистент? Так вот, значит, пока я не стал профессором, пока я был, я работал, у меня была нагрузка в 17 часов в неделю. Это много, 17 часов. Это очень много. Причем в это время, значит, на физфаке работал такой Пётр Сергеевич Маденов. Возможно, вы знаете эту фамилию. Учебник. Не учебник, а сборник задач для поступающих в ВУЗы с анализом наиболее характерных ошибок. По аналитической геометрии еще есть. Ну, у него кроме есть учебник по аналитической геометрии, геометр. Но он стал миллионером в советское время за этот задачник. Потому что порядок был такой, что за первое издание вам платят гонорар 100%, за второе 60%, за третье 60%, за четвертое 50%, а все дальнейшие гроши какие-то. Но и было такое правило, что если автор обновил в пятом издании 25% материала, то пятое издание идет как первое. А что, когда сборник задач для поступающих с анализом наиболее характерных ошибок. Прошло несколько лет, пока эти четыре издания, появились новые экзамены, но он обновлял. Ну, в общем, он когда уезжал из своей, у него была коммунальная квартира у Матленова, он был тоже доцентом этой квартиры, поэтому я его хорошо знаю. А с моей нагрузкой вот что связано? Он был председателем приемной комиссии и уходил на бархатный сезон в двухмесячный отпуск. И вот к этим 18 часам моей нагрузки, о которых вы говорите, на время, на два месяца еще на сентябрь, и октябрь еще 8, 26 было часов в сентябре и октябре, это кошмарная нагрузка. А профессорам уже, наверное, значительно меньше. Профессорам, да, тогда было меньше, но я уже читал лекции, перед тем даже, я еще не будучи профессором, даже начал читать лекции, я лектор. Значит, вот когда Ефимов уходил, я уже читал, потом стал курс-анализа, я еще являюсь автором 8 учебников, вошедших в серию классических университетских учебников. Ильин Позняк, Ильин Садович, и с дочерью я написал, но я могу показать, там вот в библиотечной комнате 8. Кстати, за эти книги Ильин Позняк была присуждена государственной премией СССР. За учебники тоже давали, вот за 4 учебника. Курс-анализа, часть 1 и 2, аналитическая геометрия и линейные алгебры. Ну, а для аналитической геометрии, до того, как она моя из Познякома, Позняк это ученик Ефимова, кстати говоря, он тоже Мехмат кончил. До того, как она появилась, был краткий курс аналитической геометрии Ефимова, который был основным учебником для тех вузов. А потом, когда наш учебник, он тоньше, и я смог так его написать, что он материала не меньше содержал. И вот этот курс аналитической геометрии Ефимова, Позняк, страшно сказать, вы знаете, каким тиражом все, общий тираж. Вот сейчас уже там какое-то издание, я уже не знаю какой, но, в общем, больше миллиона уже тиражом издали, понимаете, больше миллиона. Прямо во всех тех вузах он идет. В тех вузах, во всех тех вузах, я сейчас... Мы по Александру обучили аналитическую геометрию, а вот Мотоанализ по вашему учебнику тоже. Ну, Камынин, ваш учебник еще... Да, Камынин, мой это вы имеете в виду, наверное, с анализа, с Садоничем. У меня есть Ирин Садоничев. Нет, Садоничев это более Позняк. А, Ирин Позняк. Позняк, Ирин Позняк пользовал. Понял, понял, да, да. Ну, он для физика вообще предназначен. Да, конечно, мы были, я вам сейчас еще могу вас позабавить и сказать, как писались эти учебники. Мы с Позняком читали лекции на первом курсе, курс математического анализа. А на втором курсе читали лекции Фомин Сергея Васильевича. Он был, работал в то время на нашей кафедре. Возможно, вы знаете. Клумагоров и Фомин. Клумагоров и Фомин, тот самый Фомин. А функциональный анализ, да. Второй лектор был Будак. И вот Тихонов решил издать всю эту серию курс высшей математики и математической физики для физиков. И вначале речь была такая, что анализ, часть первая напишет Ирин и Позняк, а часть вторую напишет Будак и Фомин. Но потом произошли вот какие события. Чего-то там Будак не написал ни собственных интегралов и попросили нам в первую часть внести. А он, вернее, он написал плохо это. А Будак был, ну, он хороший был преподаватель, но он был такой, ну, не хочется так говорить, гонорары любец. Он говорит, что же я вот написал, а теперь то, что я написал в мусорный ящик пойдет. И давайте, говорит, он предложил такую вещь, давайте, говорит, чтобы нам гонорар так по-честному делить. Первую и вторую часть напишем от четырех авторов. А гонорар, значит, Ирин, Позняк, Будак, Фомин. А гонорар будем делить в зависимости от того, кто сколько написал. Но тут же остроумный Сергей Васильевич Фомин, говорит, не выйдет. Две фамилии тривиальные, Ирин и Фомин, и рифмуется со словом кретин. А две фамилии не тривиальные, Будак и Позняк, и в мягком варианте рифмуется со словом дурак, но есть и другое, более нехорошее слово. И как бы мы, говорит, не расположили эти фамилии, ну, например, говорит, Пал Фарь, это Будак, Ирин, Позняк, Фомин, кто не изучит, тот кретин. Ну, мы уже были с профессора, с Фоминым, а Будак и Позняк тогда еще были доцентами. Если, говорит, сначала профессоров, то, ну, вы тоже понимаете, Ирин, Фомин, Будак, Позняк, кто не изучит, ну, тот, мягко говоря, эти дурак. И Тихону принял это, говорит, да, да, не надо. Ну, студенты, да, они это, скажите, астрономизы. И мы написали отдельно, но потом получилось так, что вообще-то Фомин хороший автор. Я не знаю почему, но в этой, вторая часть, написанное имя, она есть сейчас. Но пошла он Тихону, предложил нам, и мы перешли на второй курс. Ну, там, вы-то знаете, как и на Мехмате. Сначала читали на первый, потом на второй. И мы написали... То есть вы весь курс читали с самого начала до конца. Да, 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 и я... Сейчас принято как-то ограничивать себя определенными темами, и все. Ну, в общем, до второго курса тоже мы написали часть вторую. И вот когда это госпремии получали, это уже наши в обе части были, часть первая и вторая. И вот эти книги аналитической геометрии и линейные алгоритики. А потом возникла идея, значит, это к вам, я-то почему и спросил, что вы на Мехмате. Возникла идея, Тихонов ее подсказал, мы вместе с Садовничем ездили в Болгарию. Там появился еще такой Сентов, он был президент Болгарской академии и ректор Софийского университета. И тогда еще не пахло никак развалом СЭФ. И, значит, наоборот, стремились к тому, чтобы во всех странах СЭФ была единая программа. И вот этот учебник Ильин Садович и Сентов по замыслу Тихонов, он должен был, значит, советско-болгарский, чтобы к нему чехи присоединились, румыны, чехи, кто там был, поляки и ГДР. И вот мы потом написали этот курс. Это 80-е, наверное, были, потому что я не помню такого учебника в наши годы, чтобы он был. А вот уже в 90-е, когда мы своих студентов... Я сейчас думаю, когда первое издание вышло. Нет, немножко раньше, чем в 80-е, но во второй половине 70-е первое издание. Вот сейчас все эти учебники, вот, они уже вышли, мои эти, Ильин Садович, они вышли в серии, знаете, это классический университетский учебник. Ну, их многократно переиздавали. Переиздавали, да, да. Вот. Ну и... Так что вот, ну, я бы так сказал, если уж говорить откровенно, то я не очень стремился. Это под воздействием я не мог ни в чем отказать своему любимому учителю. Под его воздействием. Потому что это отвлекает от занятий чистой наукой, понимаете, когда пишешь этот учебник. А по Урмадфизу вы не писали учебника? По Урмадфизу я, хотя и читал лекции, но не писал учебника. Ну, я еще и с тактических соображений, потому что по Урмадфизу написали Тихона-Басамаса. Ну, и что-то конкурируют с своим учителем, я просто заранее отказался. Правда, был потом план написать вторая часть Урмадфиза у нас на физфаке. Это читалось, теория интегральных уравнений. Но сейчас я очень рад, что я за это дело не взялся, потому что у меня теперь глубокое убеждение, что после того, как функциональный анализ получил такое развитие, теория интегральных уравнений в таком виде, как она раньше писала, устарела. Просто нужно брать оператор в соответствующем Гильбертовом пространстве, с ядром интегрируемым с квадратом. Ну, и вся теория интегральных операторов, все свойства, собственно, значения, не собственные. Теперь они доказываются в курсе функционального анализа. Но есть же еще операционные исчисления. Есть операционные исчисления, да, да. Операционные очень любят прикладники. Да, вот я... Вот мне удалось, как в молодые годы, работать вот где. Есть такой энергетический институт, не учебный, не МЭИ, а энергетический институт имени Коржижановского. Это научно-исследовательский институт, он находится на Ленинском проспекте, прямо напротив входа в главное здание Президиума. Вот. И вот в этом институте студентов никогда не было, но там были аспиранты. И эти аспиранты собирались из числа студентов, окончивших различные технические вузы. Ну, например, Московский энергетический институт, МВТУ имени Баумана, и МЕИ, и МЕФИД, из МЕФИД там были. И вот для этих поступивших в аспирантуру вводили обязательный курс дополнительных глав высшей математики, который, вот мне пришлось читать на нем. Собственно говоря, я отработал технику лекторского мастерства. Вот при чтении я читал все. Я читал там и вравнение, и в частных производных, математической физике, анализ. И принимал у них за счет. Они должны были там не экзамен, а просто за счет сдать. Это для тех вузов было обязательно, вот для тех вузов, при аспирантуре еще сдать зачет по дополнительным главам высшей математики. У меня есть даже документ, как я там работал преподавателем. Ну вот, что я вам рассказал. Дальше, если продолжать дальше, в 70-м году образовался наш факультет, и Тихонов, конечно, меня пригласил туда. Я стал профессором кафедры. Значит, я профессор физфака был с 59-го года, а в 59-го года, через год после защиты докторской, значит, я стал только потому профессором так быстро, и к этому никогда не стремился, что ушел Ефимов, а деканом физического факультета был Фурсов, который очень не любил, чтобы у него вакансии какие-то были. Ушел Ефимов, и на заседании совета, причем я от моего отца, который меня, я вот тут уже говорил, и Наташа, и вам рассказывал, что отец меня всячески отваживал от потребления спиртных продуктов. И вдруг я перехожу однажды домой, и отец с рюмкой встречает меня. Только что, говорит, звонил, Тихонов, тебя избрали профессора. Я, говорит, свой отцовский долг перед тобой выполнил, а я исполнил, давай выпить. А оказалось, что? Что это внезапно, и для Тихонов, и Тихонов сразу, конечно, после этого отцову ему позвонил. Фурсов сказал, давайте заполнять, есть у вас кто-нибудь? Да, вот, говорит, год назад с небольшим защитил докторскую литератацию ВИН. После этого защиты он что-то сделал, а у меня еще одна вышла статья, успехов от наук, вот там вы увидите, в трудах, вторая там, вот. Он, ну, прекрасный, говорит, давайте мы, они проголосовали, я стал профессором, я с февраля, вот, вот в этом выступлении, которое я делал перед Фурсовым, я сказал, профессором которого я являюсь уже 54 года. Вот это было произнесено в феврале 2013 года, а профессором я стал в феврале 1959 года. 59-го года, то есть ровно 54 года назад. Сейчас уже будет в феврале наступающего, уже будет 55, да. Ну вот, а дальше, ну что же я могу сказать, а дальше я вот работаю уже, сейчас у меня много учеников в кафедрах. Кафедра, правда, такая же, как у Садовничева. Мы обслуживаем у Садовничева, он заведующий кафедрой анализа Мехмат. Чем, я бы сказал, тяжело быть на этой кафедре? Там 50 сотрудников, по-моему, у него есть. И почему они? Потому что, собственно, Мехмат, это преподавание, эта кафедра преподает не только на Мехмате. Мехфакультетском. Она, на физфаке, на нашем факультете есть свои кафедры математики. А на всех остальных, на химфаке, на географическом факультете, на геологическом и так далее. Сейчас не перечислюсь, сейчас очень много. Вот преподают сотрудники этой кафедры. А моя кафедра, это кафедра общей математики, она называется. Поэтому она, собственно, преподает, сейчас даже покушается из других кафедр, когда нужно набирать нагрузку. Я вам говорил, что теперь уже 4 к 1 не годится, а нагрузка-то вся у меня. Не хватает, да не хватает. Она в основном по общей математике, на спецкурсах вы много не набираете, понимаете? Ну вот, и поэтому теперь вот моя кафедра тоже довольно большая, может быть, одна из самых больших. А сколько у вас примерно? 29 вот было. А вы возглавляете ее с самого начала образования? Или кто-то раньше ее? С самого начала образования. Причем я долго сопротивлялся. Я был профессором кафедры Тихонова и сказал ему, что мне не нужно, мне вполне достаточно этого. Тогда он мне сказал, ну тогда я назначу кого-то другого, и даже мне не хотелось бы ныне покойную фамилию называть математику. И вы будете вы под его началом работать, выбирайте. Ну, в общем, я, и он договорился, тогда был ректором Хохлов, когда, значит, я стал заведующим кафедрой 74-го, 1974-го года. То есть уже... Это тоже юбилей 30 лет наступает, да? 40 лет, 40 лет. Уже 40 лет я заведующий этой картой. А уже всего, а в этом году 40 лет, как я работаю по совместительству в математическом институте имени Стеклова. Я там главный научный сотрудник в отделе теории функций. А кто возглавляет его? Возглавляет сейчас, это был, сначала был Никольский, потом Кудрявцев, сейчас Бесов, член корреспондента Олега Владимировича Песова. Он выпускник Мехмата, кстати. Но ему он тоже все старые, все мы старые. У него, вы знаете что, у него есть класса Бесова, класса Никольского, класса функций. Вот у меня тоже достижение, которое одно из моих центральных достижений, вы прочтете, я тут в этой вот, в этой статье написанной. Это есть различные классы функций дифференцируемых. Значит, первый ввел их Соболев. Они назывались W, W, L, P. L наверху, это порядок дифференцируемости, а внизу степень суммируемости. Ну, очень грубо говоря, функция принадлежит классу L, если она имеет производные порядка L, такие, что эта производная, будучи возвышена в степень P, интегрируется. Ну, и образует интегрируется. А почему они так и называются? Почему Соболев назвал их так? А потому что для этих классов, он первый, или потом Никольский, нет, первый, можно установить теорема вложения. То есть теорема такого сорта. Вот какой вид, вот какому W, L, P должна принадлежать эта функция, чтобы она автоматически была непрерывной? Вот одна из первых теорем заключается в том, что произведение верхнего показателя L, порядка дифференцируемости, на нижний показатель P, порядка суммируемости, должно быть больше числа измерений, N. Вот, если функция принадлежит такому классу с такими L и P, так что P на L больше, чем N, то эта функция непрерывна. Ну, а дальше теорема о следах. А какому классу эта функция, вот она в N-мерной области, N-мерной области, принадлежит этому классу? Возьмем сечение какое-то, N-1-мерная, гиперплоск, N-2-мерная, к какому классу она там принадлежит? Вот эти, это теоремы вложений, которыми начал заниматься Сублев, потом его ученик Кондрашов докторство изучал, а потом классические результаты получил по этому поводу академик Никольский, у него даже книга. И Бесов уже ученик Никольского. Он ввел, Никольский ввел классы такие, они H называются, которые обобщают классы Сублева, то есть, в общем, так сказать, все, что сделано в классах Сублева, оно в Никольском наверняка будет, я неверно сказал, все свойства функции из класса Никольского будут автоматически верны для классов Сублева, но это более общий класс. А Бесов еще обобщил, есть классы Бесов, он еще один индекс. Ну вот, а у меня одно из моих уж достижений таких, которые вот до сих пор о них говорят, это вот какой. Вот давайте любой из таких классов, значит, есть классы Никольского, Сублева, Бесова, Зигмунда Гёльдера, любой такой класс характеризуется двумя параметрами. Порядком дифференцируемости, я подчеркиваю, не обязательно целым. Сейчас уже порядок дробный дифференцируемости. Порядок дифференцируемости альфа, а степень суммируемости П. Вот, зададим такой вопрос. Значит, пусть функция принадлежит этому классу в н-мерной области, область n, размерность n большой. Ну и для простоты, чтобы не возиться с граничными условиями, потребуем еще, чтобы эта функция имела компактный носитель. То есть, чтобы она обращалась в ноль, вблизи границы, в маленькой хотя бы полосе. Значит, во всей области она принадлежит этому классу и имеет компактный носитель. Вот, какие точные условия для того, чтобы разложение этой функции, скажем, в ряд по собственным функциям эллиптического оператора второго порядка, да и новые даже и для Лапласа, простейшим, сходились равномерно, скажем, на любом компакте этой области. И сходились на любой внутренней точке. Вот я нашел эти три, они называются условиями Ильвина. Условия вот такие. Три условия должны быть выполнены. Причем это... Это критерий, да? Критерий, ну, критерий такой. Ну, если хотите, это почти точные достаточные условия. Нельзя сказать, что оно необходимое. Но это, так лучше сказать, неулучшаемые достаточные условия. Я им хочу легко сформулировать эти три неравенства. Первое неравенство, вот о чем говорится, что порядок дифференцируемости, альфа, должен быть больше или равен, чем n, большая размерность области, минус один, и все это деленное на друг. Альфа больше или равно, чем дробь, n-1 в числителе, два внизу. Второе, это вот то, о чем я вам уже пытался говорить. Так как я ищу условия, чтобы ряд сходился равномерно, а равномерно сходящийся ряд из непрерывных, ведь разложение может сходиться только к непрерывным. Значит, второе условие, что p на альфа должно быть больше n. Только при этом будет она и прерывная. Ну и третье условие, чтобы это было p больше или равно единице, чтобы это была не квазинорма, а обычная человеческая норма. Вот эти три условия для любой области, причем эти условия, когда я их получил, они неизвестны были даже для кратного ряда и кратного интеграции. Кратный ряд, они как частные случаи вытекают, а у меня не для любого самосопряженного расширения. Это один из моих таких вот результатов, которыми я сейчас могу сказать. Но последний, я меняю сейчас на направлении своего научного творчества, люблю это делать. Вот последний, примерно с 1998 года, значит, можно сказать, последний почти 15 лет, я занимаюсь так называемой теорией управления. Краевое управление, да? Управление, граничное управление процессом колебаний. Вот как с помощью, грубо говоря, совсем простая модель. Струна колеблется или... Вот сейчас мы выиграли с учениками огромный железнодорожный грант, очень большой финансовый, за то, что мы нашли, как успокаивать колебание двух рельсов, смыкающихся в стрелке. Вот там, где стрелка идет, даже какую-то платформу сейчас сконструировали, которая по нашей формуле ездит и смотрит, как там подвинтить. Это, значит, процесс колебаний в системе, которая из двух разных частей. Одна рельса и другая, и стрелка там, где стрелка более толстая, толстая часть этого рельса. Значит, а задача ставится так. Вот, ну, самая простая модель, это стержень или струна колеблеча. Да, и вот, собственно, основная задача, которая нами решена, это вот какая задача. Как вспомнить, значит, такой процесс колебаний в любой момент времени характеризуется двумя вещами. Смещением в этот момент и скоростью. Значит, начальный момент – это начальное смещение, начальная скорость, а в финальный момент времени, когда Т большой, когда он прекращается, финальный момент. Так вот мы точно решили это. Я сначала один, потом я своего ученика Моисеева. За это мы, значит, эти публикации по эту тему, на эту тему, были оценены как лучшие публикации за 2007 год. Вот это, и мы получили 18 тысяч долларов премии моих наук интерпереводиков за эту публикацию. Решение – вот какой задача. Значит, как с помощью… То есть, превести из этого состояния в другое? Из произволенно заданного, какое угодно начальное состояние, какие угодно начальные смещения, какое угодно финальное состояние. То есть, прибываться? И мы указываем, какие нужны граничные условия, и граничное управление, чтобы из этого произвольно начального перевести в произвольно заданные финальные истории. А потом встает вопрос так, что если промежуток времени достаточно большой, за который вы работаете, то там эта задача уже неоднозначно решается. То есть не единственные существуют граничные условия, которые переводят из них. Тогда стоит задача об отыскании оптимальных, оптимизации. Оптимизирует обычно интеграл от, ну то, что называется скоростью, интеграл от квадрата производных, так сказать. То есть фактически энергии. Энергии, да, скоростью энергии, да, да. Чтобы правильно сказать, лучше сказать интеграл граничной энергии, чтобы был минимальный. Ну и еще почему его нужно минимизировать, потому что, ну вы знаете, это вот где-то в Австрии шли солдаты в резонанс. Чтобы не попасть в резонанс, когда происходит это. Вот минимизируя по интеграл энергии, мы получаем, что этот переход оптимальный будет, когда он за долгое время. А там разрыва не может случиться при таком управлении, скажем? Так мы специально рассматриваем, вот железнодорожный грант выигран. Это я вам сказал условно, что струна. А теперь давайте возьмем не струну, а стержень из двух разнородных участков. Они, конечно, не рвутся, эти участки, но они могут порваться. Но мы считаем, что вот математически это стержень из двух разнородных участков. Все три характеристики у этих участков разные. Это какие три характеристики? Линейная плотность. Вторая характеристика модуль Юнга или коэффициент пробости. И третья характеристика длина этого участка. Один может такой. Я временами опять возвращаюсь. Вот есть такие знаменитые теоремы Пелли, Хаусдорфа-Юнга и Лисса. Это кафедра теории функции. Когда-то очень... Был такой Петр Лаврентьевич Ульянов. Я не знаю, не знаю. К сожалению, покойный. Это мой был полный ровесник. То есть он 28-го года. Он 28-го года. Я 2-го мая, он 3-го. Он был на один день меня моложе. Ну, вот у меня сейчас есть новые результаты, посвященные обобщению вот этих классических теорем. Вот я их буду публиковать в 2014 году. Классических теорем Пелли, Рисса, Хаусдорфа-Юнга на многомерные... Вот вы почему я их вспомнил? На многомерные случаи. На случай, скажем, собственных функций, но пусть оператор Лапласа, в произвольной и немерной области. Ну вот, что я вам еще должен ко всему этому прибавить? Орденом за заслуги перед Отечеством в третьей степени награждены Ильин Владимир Александрович, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени Ломоносова. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые дамы, господа и коллеги! Я очень благодарен за эту высокую награду. Я рассматриваю эту награду как высокую оценку не только моего личного вклада, но и того вклада, который вносит в образование, науку и подготовку высококвалифицированных специалистов мой любимый Московский государственный университет имени Ломоносова, профессором которого я имею честь быть уже 54 года. Ну и если разрешите, я прочту совсем короткое стихотворение, к появлению которого меня привели известные слова Евтушенко. Поэт в России больше, чем поэт. Ни у кого сомнений в этом нет. Но в ней, казалось бы, уже обречённый наступит возрождение и расцвет, когда её учёный, как поэт, в ней также станет больше, чем учёный. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. А вот, может быть, скажите немножко о том, что вам позволяет сохранять вот такую бодрость интеллектуальную. Ведь есть мифы, бытуя достаточно распространённые, о том, что с возрастом продуктивность снижается. Откуда такая вот энергетика, собственно? Ну, я вам могу сказать, наверное, всё-таки в значительной степени от Бога. Да. Ну, наследственность у меня, наверное, хорошая. У меня по линии мамы очень много людей, пожили очень долго, которые... У меня до сих пор нет даже ухудшения памяти. Мои однокурсники начали лет 40 назад уже говорить что-то хуже, хуже. Я пока этого не могу сказать. Пока нет. Не знаю, что будет. Может быть, потом рывком всё это изменится. Ну, ладно. Ну, ещё поддерживаю я тем, что я, наверное, просто не даю себе возможность расслабиться. Я читаю лекции. Я, между прочим, ни на одной лекции никогда не пользовался шпаргалкой. И не способен пользоваться. Если у меня память изменится, и я не смогу читать лекции без шпаргалки, я их вообще не буду читать. Хотите в виде хобби такого, развлечения, я вам прочту стихи, не мне принадлежащие. Когда я пришёл в университет в 45-м году, у нас 30% студентов, а может быть, даже и больше, были люди, вернувшиеся с войны. В 45-й год шла демобилизация. И вот один из людей, который пришёл с фронта, вернулся, написал такую поэму «Возвращение». Она на меня такое впечатление провела, что при моей хорошей памяти я потом читал её раза 3-4, прочитал, а потом помню, что практически всё я помню наизусть. Это не мои стихи, если хотите, я прочту их. Поэма называется «Возвращение». Под тяжестью времени кварцы и кремнии трещат, как под камнем скорлупки ореха. Но будет греметь над пространством и временем 20-го века железное эхо. Над каждым героем потомки поставят венок из дубово-лавровой листвы. Но если кого-нибудь надо прославить, то это, конечно, героев Москвы. Нам, москвичам, Москва мила, не только как древняя наша столица. Земля без Москвы нам казалась мала. Нам просто бы негде было родиться. Война казалась для нас экзаменом. Москва была желанным дипломом. В ней все казалось таким белокаменным, таким хорошим, таким знакомым, Что если бы надо было втрое больше героев сил и крови, И силы нашлись бы и кровь, и герои, Не жаль. Бери, Москва, на здоровье. Бери, родная, бери, любимая, Нашу солдатскую жизнь и усердие. Лишь бы стояла ты несокрушимая Символом Родины, правды, бессмертия. Закончилась битва. Историей стало. Вы слышите поезда, первый свисток? С берлинских, варшавских и венских вокзалов Везут эшелоны солдат на восток. Поедут домой старики-ветераны, Поедут домой инвалиды войны, Богатые есть за границу и страны, Но нету милее родной стороны. Дежурный по станции подал сигнал. Солдаты с мешками спешат на посадку. И вот позади остается вокзал. От этого сердца и больно, и сладко. Как медленно время идет путевое, Минуты стоянки неделем подобны. Но все же довольны солдаты судьбою. И даже ругаются как-то беззлобно. Не важно, что между собой незнакомы. Сойдутся дорогой, ведь путь еще дальний. При помощи свежих охапок соломы Телячий вагон превращается в спальный. Ну, возвращается в спальный вагон. Уже вечереет, проехали день. На степь опускаются краски заката. Мелькают вдали огоньки деревень. А завтра увидим леса и Карпаты. Тихонько играет в углу гармонист. Раскинулось море широко. И голос гармоники нежен и чист. Товарищ, мы едем далеко. Матросскую песню играет солдат. Колеса гармоники в торе. Далеко, далеко по рельсам стучат. И снова раскинулось море. В углу вагона солдаты с удачей. Охота язык почесать на досуге. Ты чем, ну, граждон? Медаль за удачу. А ты? За бытовые услуги. У вас прикурить не найдется огня? В беседу вмешался третий. А есть табачок? Да есть у меня. Бери-ка вот тут в кесете. Хлеба не станет солдат просить. Стыгно солдату это. Ну, а уж есть ли охота курить? Тут уже совести нету. Людей вообще сближает табак. В работе, в труде, в неволе. Курящему каждый куряк и земляк. В терячем вагоне тем более. Откуда, московский? А ты? Из Тамбова. А ты-то? А я-то сверховьев Двины. Давно не был дома. Я с сорок второго. А я не был дома с начала войны. Москвич, ты женатый? Да нет, не женатый. А дома-то кто же? Сестра и родня. Бедно. А меня-то окружат ребята. На шею повесятся женка моя. Сбежится деревня, сбегутся соседи. Под ручки проводят солдата домой. Не верится братцы. Неужто приедем? Неужто я с фронта вернулся живой? Далеко за полночь они просидели, болтая о доме, об этой войне, от жизни. Потом завернулись в шинели. И каждый из них улыбался во сне. Блаженна улыбка солдатского рта. Солдат у родного порога. До дома-то дома, да дверь заперта. Какая досада, ей-богу. Как видно, еще не дошла телеграмма. Работникам связи к большому стыду. Что ж, ладно, напишем записочку. Мама вернулся домой и скоро приду. Закончить формальности надо сперва. Отдать бумажки и взять другие. Узнать, какие даны права. Обязанности какие. Парадный подъезд радушно раскрыт. Швейцары не в моде теперь. Добро пожаловать, надпись висит. Широко раскрыта дверь. За дверью народу набита битком. Солдатские жены и дочери. Старуха какая-то со стариком. И в три оборота очередь. Промерил солдат длину коридора. И в очередь стал озабочен. Рассказывать сказки легко и скоро. А дело-то сделать не очень. Но долго и коротко время идет. Уже осталось совсем немножко. Барьер фалерный стоит, как дот. И в нем амбразура, окошко. Прием посетителей от и до. Написано сверху. В оконце виднеется нос оттенка бордо. Рука и лысина солнца. Рука отложила листок кленованный. Взяла пенсне и к носу прижала. Вы кто? Я кто? Демобилизованный. Орденоносец. И все, пожалуй. Отвоевался, пришел как раз к вам. А вы, если можно, будьте ласковы. Скажите, пожалуйста. А вы, если можно, и будьте ласковы, скажите, пожалуйста, какие там льготы нам положены. Рука по столу постучала ногтями. Потом привела бумажкой в равнение. Налог за бездетность не платится вами в течение года со дня увольнения. Военный налог отменен. Ну что еще? Есть ордера для вас на обои. Не надо? Зря. Ордер стоящий. Обои на рынке дорого стоят. И в знак того, что закончен прием, закрыл окошко и щелкнул с счетами. Салдат помолчал. Повернулся кругом. А ну вас к лешему с вашими льготами. И вон каблуками акафель звеня вернулся домой, как раз к обеду. К столу уже собралась родня. Пришел сосед и жена соседа. Сначала пошло целование всех. Потом, получив благословение, подняли по рюмке. Потом на смех подняли солдатское недоумение. Ах, серость, наивность. И я был таким. Житейская мудрость дается не сразу. Да что же мы с вами без водки сидим? Да здравствует муза, да здравствует разум. Ну я сокращу немножко. Пора придержать пегасов упрыть. А то и себя, и коня погубишь. Ведь каждый может взять и спросить. Ты все зубоскалишь? А что же ты любишь? Любить обязан каждый поэт. Ты кто, поэт или дрозд-пересмешник? И если поэт люби, а нет, так вы попали в чужой скворечник. И сразу краснею, и сразу сник. Так вот она в чем изюмином. Правдив и свободен наш вещий язык. До слов таких не придумано. Сказать, да здравствует, крикнуть, ура. А может быть, на портреты глядя. Промямлимся сюсюкнув оля детвора. Люблю вон того, усатого дядю. Вы понимаете, о ком идет речь. Самого себя насмешить до слез. Сказать, что люблю блины и вареники. Уж если смеяться, так чтобы мороз подрал по коже моих соплеменников. И вот дальше будут стихи. Сравните то, о чем говорится в нем. Это было, значит, в 45-м году с теперешним временем. Возьму и влюблюсь в Тишинский рынок. На рынке, по крайней мере, не скучно. Захочешь и купишь пару ботинок. Захочешь стихи продашь по штучи. В мудной водище рыбная ловля. Все продается и все покупается. Вывеска платит. Ручная торговля категорически воспрещается. Торгует медалями, водкой, горчицей. Своим и казенным, трофейным и краденым. А рядом патруль вездесущей милиции. Меняет у бабы на мыло говядину. И вся Москва, как одна Тишинка. Нет, не вся. Неправда это. Иначе за что до последней кровинки Мы дрались в Паресе, Карпатах, Сцудетах. Неправда. Пускай существуют соседи. Пускай прибавляют копейки к рублю. Москвой, а не ими, я в Пруссии бредил. Москвой, а не их, я любил и люблю. Люблю, да любовь-то не вся одинаковая. Видал, как влюбляются люди случайно. Как любит лакей, добродетель всякого. Видал, как собака любит хозяина. Бывает, любовь на привычку похожая. Так любит пижаму и кресло-качалку. И прочую ветошь. Ее уж, быть может, давно и не нужно, да выбросить жалко. Бывает, любовь, как порох взорвется. Всю жизнь опалит, поломает, нарушит и гаснет. От этого боль остается, и черный копоть ложится на душу. Бывает другое, и глубже, и резче. Хотелось об этом бы песню сложить. Да только об этом рассказывать незачем. Вам надо бы это самим пережить. Приходит такой, берет покружение. Подъемлет и держит и душу, и тело. Итог на тысячу вольт напряжения Идет проводами всех мыслей и дела. И если под силу такая нагрузка Всем клеткам живым твоего существа Любовь зазвучит, как чудесная музыка, А музыке лучшей не нужны слова. И любо и вольно смеяться солдату, Привыкшему к ветру, дождя и свинца. От этого смеха не спрятать по блату Обросшие мудрой фанерой сердца. Ну и, наверное, я на этом кончу. Там еще пропущу ту часть, которая не нравится. Окончается так, что Веселые шутки мои бескорыстны. Москва дорогая, я только шучу. Поэту как дурную законы не писаны, Сейчас я, как дурень, смеяться хочу. Ну, хорошие стихи. Хорошие, профессиональные. Мои женя не нравятся, эмоциональные, да. Профессиональные написаны. Неужели любитель? Любитель, любитель, да. Да, если вы слышали, правильно, Моя жена говорит, какая-то доля профессионализма. Это даже похоже. Ну, что еще? Вот из последнего времени Я не хотел бы говорить сейчас об академии, О том, что происходит. Потому что это... Ну, что я могу сказать? Да, ну, какие я сейчас занимаю посты, Чтоб уж вы знали. Я продолжаю быть заведующим кафедрой. Вот меня избрали на пять лет, Из которых еще, по-моему, два впереди. Я главный научный сотрудник Стекловского института. Главный научный сотрудник Вычислительного центра имени Дородницына. И вы сейчас удивитесь тому, что я скажу. Главный научный сотрудник Института программных систем Российской Академии Наук. Который помещается На берегу Плещаево-Озера В городе Переславль-Залесский. Вот у меня... А чем вы там занимаетесь? А я там... Меня, когда я туда первый раз появился, Я не был никогда до 1900... Когда у нас дефолт? В каком году? В 98-м, кажется. Вот, да. Вот и до 90... В начале 98-го года Меня пригласили туда. Там был заведующий... Значит, там был директором этого института. Это институт программных систем Российской Академии Наук. Который, в общем, создал Гелихов. Он был вице-президент, физик. А во главе его стоял фактически даже, Можно сказать, что больше энергии в создании... Айлумазян такой есть человек, К сожалению, и ныне покойный. Альфред Карлович Айлумазян. Вот когда я появился, Мы с женой туда приехали Посмотреть этот замечательный город. Там монастыри, храмы. Ну, вы понимаете, город замечательный. Чем-то он напоминает Мой родной город Козельск. И я там расчувствовался. А нас поместили в виде гостиницы В какую-то роскошную однокомнатную квартиру. И вот я выразил восхищение этим. На что этот самый армянин, Альфред Карлович Айлумазян сказал, А хотите, она будет ваша? Тысяча рублей квадратный метр. Ну, я подумал об этом. У меня как раз появились деньги. Да, вот я... Может быть, это тоже будет полезно. Значит, у меня, у Садомничева, У Моисеева и еще у нескольких людей Был грант европейского сообщества Вместе с лауреатом Нобелевской премии Пригожиным. И мы работали в Берге. Я там заработал... В то время это были очень неплохие деньги. В долларах были деньги. Поэтому первые доллары у меня были. Я мог вполне эту квартиру купить. Ну, там довольно прилично платили. Единственное, чем... У меня, кстати, очень невысокое мнение О тамошних математиках. И даже о самом Пригожине. Физик он замечательный, Лауреат Нобелевской премии. На чего они от нас потребовали? Они потребовали сначала... Ну, не потребовали, а пожелали, чтобы мы построили самосопряженный оператор с комплексными собственными значениями. Ну, студенту там по функциональному она не ставится, если он не понимает, что он самосопряженного оператора... Ну, так мой практичный ученик сказал так спокойно. Чувствую, конечно, собачий, но они хорошо платят. Года два мы можем дурачить голову и работать на чем-то, так и не подумал. Но я там опубликовал. У меня есть много работы. Они просто требуют... Там такой Антонио есть по-французски. Там французоговорящие, Бергер. Да, Антонио его называют. У меня даже с ним есть там, по-моему, может быть, десяток работ совместных опубликованных. Но потом кто-то мне сказал, что когда к нему подошел, что-то его спросил, как я чувствую, что он говорит, очень странный, а с автор этой работы... Ничего не понимает, да? Я не смогу ни на один вопрос ответить. Ну и вот мы купили эту квартиру. А потом прошло какое-то время. Это маленькая действительно квартира. Он сказал, что вы у нас будете работать. Сразу после того, как я там стал работать, они выиграли грант. Это их очень и очень. Я вообще выиграл за свою жизнь очень много грантов. Вот там есть такое стихотворение у меня. Ну, по-моему, там есть. Сейчас. Как же оно... Нужно начать. Я отвлекся. Можно смотреть книжечку? Да нет, я сейчас вспомню это. Без напряжений и без муки позиции не сдаю совсем. Обрел я гранты Роснауки, ведущих школ и ОФИЭМ. Учеников взрастил к агорту и продолжаю их растить. К науке отношусь как к спорту. Стараюсь всех опередить. Не перестал публиковаться. Я без авторов один. Извольте сами разобраться. Пигмей я или исполинь. Был какой-то юбилей этого института программных систем. То ли десятилетий, то ли еще что-то. И меня, конечно, Эл-Умазян пригласил выступить. Ну, я выступил со стихами. Примерно такие стихи. У берегов Плещейских вод построен был российский флот. Наверное, вам не надо объяснять, что Петр первый строил эту флотилию как раз на Плещей во Мозере. У берегов Плещейских вод построен был российский флот. И вот через три века тут возник российский институт. Один из институтов РАН. Его создал Айл-Умазян. Он тут же растел. А я взял рюмку, фотостолкнем. И это, я говорю, не все. Мой главный тост предельно прост. Без напряжения и чудес пьем за дальнейший бурный рост и процветание ИПС. Чтоб ИПС и дальше был красой и гордостью Иран. И чтобы им руководил всегда-всегда Айл-Умазян. Вот после чего он говорит, академик, А в какой-то жалкой квартире мне жена очень любит туда ездить. Переславля-Залесского. А вот я хотел спросить такой философский, методический вопрос. Вы возглавляете журнал о дифрагонии. Да, главный редактор. Входили наверняка и другие редакции, макритратные. Скажите, а какие у вас внутренние такие критерии качества работы? Достоверности, полезности работы? Когда вы открываете статью присылаемую, как вы... Ну, у нас все статьи в обязательном порядке рецензируются. Обязательно должен быть новый. У нас есть два сорта публикации. Одна нормальная публикация, а есть краткие сообщения. Краткие сообщения, конечно, это я сам тщательно смотрю, чтобы там чужко. Потому что в кратких сообщениях, так же, как я еще замглавного редактора, единственный причем замглавного редактора, докладов Академии наук. Это ведущие математические журналы. Но там тоже без доказательств. А как можно понять, что это правильно или неправильно? Какие у вас внутренние такие есть? Вы знаете, ну, в основном по автору это можно понять. Вот есть... Я более-менее уже настолько у меня и в Аковский работник. Я примерно знаю, от какого человека нельзя ждать, что можно ждать, и от какого нет. А если новый автор, допустим? А новый автор, ну, тогда надо все внимательно смотреть. Тогда мы просим, даже если краткое сообщение, вот если автор мне не знакомый, мы это тоже рецензируем. Тогда мы просим снабдить это дополнительным доказательством, хотя бы фрагментарным доказательством того, что это верно. И я уже смотрю это. То есть вы на внутреннее чутье не опираетесь, да? Опираюсь только в том случае, если я, например, знаю, ну, вот если Игорь Шафаревич подаст работу, ну, дифференциально не подаст, а в данный. Я вообще не буду его, конечно, рецензировать, вы понимаете, в доклады в Академии наук. А так? Ну, в общем, я пока-то не прокалывался. Вы знаете, более-менее все это. Еще, может быть, ваковский опыт дает возможность. Потому что... А, ну да, вы же в ВАКе работали. Я шесть лет был, и мы все работали. Я более-менее, поэтому... Боюсь, что я сейчас вам не скажу. Прошло примерно 40 лет, как я работал на физфаке и возглавлял в тогдашнем ВАКе по математике совет. Тогда комиссии он звался. А ВАК Минвузом возглавлялся. И с этих пор, как будто я вошел в мир... И с этих пор вошел в мир... Вошел я в мир... Вот, не помню, нужно смотреть. Это... Нет, сборник, это новость. Мир математической элиты и стали для меня открыты и вес, и роль научных школ. Я молодой, не без отваги. Комиссией руководил, в которую туда входил... В которую тогда входил сам Лев Семенович Пантрягин. В нее входили Млаб и Стар, Еругин, Прохоров, Кончар, и Шура Бура, и Ульянов, и Дезин, и Сарманов. Отнюдь не всех мы утверждали. Иных пришлось нам отклонять. И этим мы, конечно, стали врагов себе. Приобретатель. Мы часто слабых не пускали, создав затор на их пути. За это долго не давали мне в Академию пройти. Вот это была, конечно, ошибка, потому что Владимир, перед тем, как его избрали, Академика, ушел из УАК, а я там... Вы понимаете, не моя даже... Вот Ульянов написал отрицательный отзыв на сына Ленинградского Натансона, знаменитого мотивоприятного. По анализу книжка, по-моему, есть, да? Натансон, да, по теории функции. По теории функции, да. По теории функции. А сын его, Горальд Исидорович, Натансон, Натансон подал докторство. И Ульянов угодил на нее написать отрицательный отзыв и даже послал кому-то. Отвечать-то я должен, кто председатель? Вот вы сейчас спросите в дифференциальных уравнениях что-то будет, я буду... Возвращаетесь. Да, да. Ну и поэтому там потом, значит, ко мне Павел Сергеевич Александров обращался, что вы делаете с Натансоном, ну и так далее. Вы опыт у вас такой очень богатый был приобретен, да? Да, в этом, конечно, да, я могу, так сказать. Я разбираюсь. И я, все-таки, я довольна, я не хоть и физфакуец по образованию, но я во многих математических разделах, так сказать, ну, хотя бы поверхностно, но и с достаточно... Ну, например, в той же там и даже теории вероятности, я понимаю, что там хорошо. Ну, в Функане заведомо. В Функане, да. В Функане, да. В Функане, да, просто это у нас, наверное, на Камикале, да, да. А вы встречались с многими интересными людьми, ну, ну, наверное, с Александровым заведомо встречались, да? Да, с Павлом Сергеевичем, и он ко мне очень хорошо относился, ну, и с Калмогоровым у меня были очень хорошие занятия, Калмогоров очень... Особенно я помню как-то последние его годы жизни, когда он уже в основном вот в этой... в школе. в школе-интернале. В школе-интернале, да, да. Был такой период, когда он специально вызывал меня и просил поддержать. Тогда был какой-то год, когда сдавший экзамен успешно в этой школе сразу без вступительных экзаменов могли на два факультета МГУ поступить. Тогда еще ВМК, по-моему, не было. На ФИСФАК, или на Мехмат, или на ФИСФАК. И вот он по этому поводу ко мне обратился. И потом еще там, так сказать, мы рассматривали работы, которых он тоже хотел принять. Но там вот, значит, это в это время в этой ФИСМОТ-школе в Кунце, тогда она помещалась, там были и теории-определители немножко давалось. И вы знаете, что... Вы читали там лекции? Нет. Я в ФИСМОТ-школе. А как лекции? Ну, бывал, конечно. Я просто там учился в этой школе, в поздние времена есть. Да, да. И вот вы знаете, что там было плохо потом? Мне было неудобно перед Андреем Николаевичем Колмогоровым. Пришлось кого-то не пустить. И вот за какую... Почему-то это было массовое такое. Вот вы знаете, что матрица, у которой на главной диагонали стоят единицы, она в остальных точках нули. Все знают, что это единичная матрица, и она, определитель ее равен единице. А чему равен определитель такой матрицы, у которой на побочной диагонали стоят единицы, она в всех остальных точках нули. Вот смазывалось огромное количество колмогоровских учеников на этой... На комбинаторику не изучали просто. Там уже просто почитали, что вы понимаете, они начали смотреть определитель первого порядка превысит единица, второго, третий вдруг минус единица. А там через один идет, два плюс единица. То есть там, если формула эта, то минус единица в семье... Ну, уже просто крайне менять, между собой, почитать, сколько там партнеров Свернулось огромное количество людей на этой дурацкой задачи. И я вот чувствовал, потом была такая, она, собственно, жена Ченцова был такой, Коля Ченцов Николай Николаевич. И примерно моя сверстница, она была секретарем Калмогорова и через нее я часто общался. Калмогоров, ну, конечно, о Тихонове я должен что-то сказать. Вот я не переживаю. Тихонов вообще замечательный человек. Ну, там даже у меня вот в этом стихотворении сказано, что он мог меня заставить работать на подхвате, когда вот ее защитил кандидатскую. Вместо этого, значит, подал мне полную свободу и призывал на семинарах на мехмате как можно чаще выступать. То есть, вот этой свайпом свободы предоставленной мне творчеством. И более того, он обсуждал со мной вот то, что я вам сейчас рассказывал вот о том, об этих трех условиях, это же, в общем-то, как Тихонов тоже мне в шлифовке этого принимал участие. Он советовал, как это сделать. То есть, в общем, я считаю, что вот, если я, я думаю, что я хорошо, меня любят мои ученики и я к ним действительно хорошо отношусь. Но это поведение в отношении своих учеников я, конечно, скопировал у Тихона своего учителя. А вот Пантрягина вы упоминали, с ним близко были знакомы? Был знаком, да, он заведующий кафедры был на нашем факультете, да, на факультете ВМК. На ВМК? Ну, конечно, конечно. Я думал, на Мехмате. Конечно. Он был заведующий, а на Мехмате ему, по-моему, не давали ходу. Он там читал лекции, Гомкрелидзе писал, и он очень... Вы читали книгу Пантрягина? А, его воспоминания написаны Львову Семеновичу с ним самим, да, да. Ну, там он очень плохо о Мехмате пишет в этой книге. Он очень плохо пишет о Кулмогороде. У нас в других не очень хорошо было. Не очень хорошо. Ну, здесь вот я все-таки вам хотел... У меня такое кредо в этой книжке, которую я показал. Значит, вот Лев Семенович, я его тоже вам назову, раз вы его сами назвали. А у меня в этом в статье о Тихонове не называется. Он говорит, что есть один выдающийся математик, ученый, который считал вполне нормальным, что на каком-то этапе ученик должен выступить против своего учителя, чтобы вырваться из-под его влияния и самоутвердиться. Что если это талантливый ученик, он не должен, так сказать, вот Тихонов был. А это его точка зрения. И что в этом смысле я присутствовал на юбилейном вечере к Павлу Сергеевичу Александрову, где мой учитель Тихонов сказал, что чем старше он становится, тем все больше и больше он оценивает то, что в него вложил его учитель. И я вот тоже там написал, что я являюсь учеником Тихонова не только по постановке задач, но и по этой философии. что все нельзя, так сказать, ученик должен, и учитель не должен зажимать, конечно, ученика, но сам Лев Семенович там пишет, что кроме Глокореведзе у него со всеми учениками, если не враждебные, то по крайней мере холодные отношения натянутые. Я забыл что-то о его руководителе. Роксалова? Конечно, они оба Тихонов и Пантрянин, оба ученики Павла Сергеевича Александровна. И вот в этой книжке, раз вы ее читали, она у вас есть, я могу сказать, что там есть очень длинный разговор телефонный. Это, видимо, Александр Игнатьев. Я хорошо с их семьей знаком. Ну, я тогда сознаюсь еще в чем. Воронеже уже в течение двадцати, наверное, пяти лет проходят так называемые Пантрянинские чтения. И туда первое время даже Александр Игнатьев, его жена, приезжала. Он уже был неживой в этот момент. И конференция, которая посвящена его памяти. И собственно говоря, Лев Семенович работал на нашем факультете, поэтому, может быть, даже он попросил, чтобы меня там назначили этим председателем. Но я еще по другой причине туда. У меня тетушка моя, сестра моей мамы, у нее была очень трудная жизнь, поскольку мама моей вышла замуж за моего папу, а папа считался, ну, что у него отец был, дед мой был художник, иконописец, причем он не из бывших был, потому что это мастерскую по изготовлению держал другой человек, он работал как бы, а у мамы было хуже, поэтому тетку мою в течение пяти лет не принимали, она поступала на филологический факультет МГУ, ну, не питье, она не преувеличила, но раза три ее заваривали по социальному происхождению, но потом она все-таки поступила, в Смоленске пединститут, и ее она способная женщина, вообще, видим, по линии мамы, у меня многие способности, у мамы моей была очень хорошая память, и у бабушки, вообще, когда прочтете мои стихи, поймете, что я вообще внук бабушки настоящий, все, что у меня есть такого хорошего, вложила в меня больше бабушка, родители работали, а бабушка оперирует к моему самолюбию говорил, ну что ты не сможешь сделать, да я уверен, что ты это сделаешь очень быстро, мне давалось задание, я сидел за столом, вот бабушка по маминой линии, Анна Константиновна, у меня есть посвященная, от интеллекта до страстей, я создан бабушкой моей, вот я могу такими сказать. Но генетика все же, наверное, от родителей переодевается, у вас фантастическая память, можно сказать, вы упоминаете, что написано в книжке Пантрягина, я дважды и прежде читал, я детали в общем-то помню. Ну память хорошая, да, я бы лучше назвал термином патологической память, и вы знаете, в этом есть и минус, потому что, вот сейчас я это бросил, я около 800 телефонов помнил наизусть, у меня не было никогда записной книжки, но теперь это дает и минус вот какую сорт, когда я что-то говорю, я это говорю, ну врёте, что вы не помните, вы просто и долго не может быть, это вы хитрите, понимаете. Ну вот, и тётушка потом всё-таки поступила, и потом поступила в аспирантуру, и её научным руководителем был, фамилия у него с олигархом сходна, но он к нему никакого отношения не имеет, Дмитрий Сергеевич Абрамович, это белорус, он к эмоциональности, он работал в Смоленском педагогическом институте, она защитила кандидатскую, защищала она, кстати, уже во время войны, в Смоленске это происходило, в Самару перешло всё это дело, а потом она начала работать в Воронежском университете. В 43-м году Воронеж был освобождён, я вот с мамой её посещал, у меня такой муторный и стыдно даже об этом рассказывать, город был весь в развалинах, было огромное количество мышей, крыс и блох. Причём для мужчины эти блохи были более невыносимы даже, чем для женщин. Ну, женщина там чулки стряхнул, а вот представьте себе, блохавом, брюки же нельзя снять, а там несколько блох залезает к маме. и вот, и вот там тётка моя работала, и поэтому, конечно, то, что я согласился, я туда каждый, сразу после дня рождения туда езжу каждый год проводить из Пантрейбинских чтений. Ещё было связано с тем, что я посещал и бабушка моя потом, любимая, с ней жила. Ну, бабушка прожила, она прожила без двух месяцев, 94 года. Причём у неё не было потерь, она читала мне, конечно, Натсона, вот её, такой вот, Натсона напомнила наизусть, любила читать, а тётушка потом очень быстро защитила докторскую, и сейчас уже, и он даже, так скажем, вопреки, нет, по филологии, она по филологии, доктор филологических наук, если угодно, первая у неё диссертация Псковская судная, грамота была, в общем, тётушка моя побеседовала с человеком несколько минут, могла точно сказать, не только из какой он области, но и даже из какого района и региона, она диалектолог, филолог, диалектолог, да, и у неё по филологии университета вещь о теперешней филологической в куте, она доктор, профессор, конечно, очень быстро стал, это её ученики, так что, ну, ну, по-моему, Сабинникова, по дедушке, да, такая фамилия была и моя мама разыгрывалась, вот я всё подноготно вам рассказал, но я ещё, может быть, да хочу сказать, что тётушке уже невозможно было на 180 градусов два раза переворачиваться, её заставили или попросили, и она вступила в КПСС, и даже более того, уже когда мы со смехом с женой приезжали, как мы относились, она нам, вот, говорит, поедьте в поезде обратно, почитайте газету «Правда», там очень хорошо, говорит, ну, большевистская газета «Правда», из вложения, мы, конечно, брали эту газету, но на ней было, так сказать, раскладывать на компасную. Я был совершенно откровенен, искренен, я себя не жалею в этом, я не хочу выглядеть таким, которым конфетно мне. Хотя есть у меня такие стихи, которые характеризуют, что... Ваши политические действительно представили? Да нет, политические тоже есть, но вот там два вы прочтёте, одно я вам прочёл, а второе... А может, повторите её, потому что мы-то её записывали политические. Ну, хорошо. Повторю. Когда дни юности летели, и мы не жили, а горели, когда во всём я шёл ва-банк, в науку двигался, как танк, а Деберси, Равель и Франк уж покорить меня успели, в те дни я с ужасом узнал, что за меня ЦК решал, какую музыку мне слушать, и стал культуру нашу рушить. Позором стали на века постановления ЦК. Чуть позже сессия Восхнила в стране генетику прикрыла. Им менделизм, иморганизм мешал построить коммунизм. Потом и сам усатый бес в языкознании повес и превратился из марксистов в главнейшего экономиста. Творцам культуры и науки на много лет связали руки. Их логика проста, однако. Зачем выпускникам Рафака знать Сиранода Бержирака или Достоевского знать Бесов или Баха в Семенове Мессу. Не нужно им контакт и Месса. И весь народ попал под пресс истории КПСС. Это написано и не в годы, когда это было. Это недавно. Там в Семенове херу есть. И еще недавно было вот что написано о Красной площади и о Мавзолее, если уж вы хотите политических стихов. Давно пора из Мавзолея убрать картал его злодея, а сам оставить Мавзолей как памятник или музей. Ведь это щусево творение великолепно без сомнения. Давно в проблему перерос, о Красной площади вопрос. И как когда-то первый пост, пора убрать с нее погост. Пусть только Минин и Пожарский за свой великий подвиг яркий, за свой неоценимый вклад на Красной площади стоят. Тут надо пояснение какое-то. Постамент, на котором стоят Минин и Пожарский, большевики повернули. Сначала он стоял так, что взгляды Минина и Пожарского были устремлены на центр Красной площади. А после того, как построили Мудзолей, их повернули так, что их взгляд был обращен к Мудзолею. Мы Мудзолей. Так вот, конец такой. Еще бы, конечно, я желал, чтобы был повернут пьедестал и чтоб как раньше он стоял и устремлял герою взор на Красной площади простор. Ведь пьедестал поворот и жизнь позволит анекдот. Печальный анекдот. Как князь со вздохом к другу обратясь ему сказал, какая мразь у стен кремлевских взбилась. Это действительно был такой анекдот, что чего он там показывает. Вот что он это говорит. Ну, их просто рифмовал. Ну, какие-то есть вещи, которые, например, Ландау очень не любил телевидение. Оказано, Ландау. Но он жил, он умер очень давно и тогда я представляю себе, как бы он относился к теперешнему телевидению. С рекламой и совсем прочим. И вот у меня есть это в новом сборнике. Я когда издам новый сборник, Саша мне обещал издать, еще одна страница на стол туда прибавил. Там есть такое стихотворение. Ну, Ландау это великий физик, академик. Великий физик, академик, как Сокал, про телевизор очень образно сказал, что телевизор это мусоропровод, всегда работающий задом наперед. Ну, еще Виктор Виксельберг. Это олигарх один за... Правильно. Который ставит сначала яйца Фаберже. А сейчас он возглавляет попечительский совет в Сколково. Да, 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 да. Точно. Телевизор об этом говорит. Ну, в новом сборнике будет такое стихотворение. Отныне Виктор Виксельберг при страсти прежний отверг. Пришла пора ему уже забыть про яйца Фаберже. Он совершил карьерный рост и занял в Сколково форпост. Решил власть, что сможет он создать российский силикон. Здесь задумчиво понравилось, что все под словом силикон можно им не только Дарину, а еще что-то другое силиконовое. У меня, кстати, очень высокий рейтинг. По Ринцу я попал в число первую десятку тех математиков, которые цитируются. Причем в этой десятке живых только четыре осталось. Потому что там есть Арнольд, значит, кто еще? А там Маслов есть? Маслов нет, представьте себя, он не в десятке, а в 12-13. Сейчас я скажу, кто там, кроме Арнольда еще. Марчук туда попал у него, Паринцу, у него очень высокий рейтинг, именно Паринцу. Потом Самарский из умерших, Красовский Николай Николаевич, вы знаете, кто это такой. Это Свердловский, ну, в Екатеринбурге теперь надо говорить, академик в Екатеринбурге, учениками которого является бывший президент Академии Наук Осипов и Куржанский, который у нас находится. плотники, что, математики? А? Они плотники или чем занимаются? Ну, Красовский вот как раз тоже занимался теорией управления, немножко в другом плане, только не как я, а так сказать. Апу классическое, да? Да, 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 да. Вот. Вы меня сейчас просили Пантрягинская кафедра. Пантрягинская кафедра была на нашем факультете, когда он умер, то ее заведующим стал Осипов. Садовничий дал эту кафедру президенту Академии Наук Осипову. Это на физфаке, да? Нет, на физфаке. Вмк. на ВМК. На ВМК. А неужели кафедра, у нас же на Мехмате есть кафедра АПУ? У вас нет такой кафедры, у вас на Мехмате есть кафедра общих проблем управления, которая сначала заведовала трапезников, после этого фактически заведующим был Сергей Васильевич Фомин, который он на ней работал, а потом ученик Калмогорова, любимый ученик Калмогорова, Тихомиров Владимир А, Тихомиров. Сейчас он ушел уже, он вообще 1934 года мог бы еще заведовать кафедрой, 1934 года рождения, но он ушел оттуда. А я почему ты думал, что Пантрягин ее, говорит, это возглавлял? Нет, Пантрягина не пускал Иван Георгиевич на Мехматов. Почему? Он так считает, он сам об этом даже в слух говорил. Я говорю с его слов. У Пантрягина помощник был специальный. Да, он сам и не писал, у него Гомкеридзе был в основном все это. Я был приглашенный докладчик, сейчас мне даже чудовищно вспоминать об этом, 50 минут на французском языке я делал доклад на Международном Математическом Конгрессе в городе Ницца. И там же был Пантрягин, он тоже делал этот доклад. Это в каком году? В 1970-е год. Очень давно это было в Ницце, да. Мы жили в Ницце и частично в Париже, вот так сказать, туда и сюда. Тогда при советской власти непросто было выехать. Меня при этом, так сказать, вызывали, инструктировали, инструктировали, знаете, в каком здании, в котором раньше было американское посольство на Маховой, вот в этом здании, я не знаю, и какой-то, в общем, не очень далекий человек меня инструктировал, он говорил, что самое главное, чего вам надо опасаться, к вам будут подходить с просьбой подписать что-то, вот ничего не подписывайте. 80-й год, Можете, рассказывать, сколь угодно, скабрёзный анекдот, и это, все можно. Вот важно, только, вот его главный кредо был, важно, только ничего не подписывать. Там после 68-го года, конечно, было много, компания по этому поводу. А это в Ницце выступал Гротыльник, и с какими-то высказываниями против Потрягина выступил, или это раньше? Нет, это позже было. Есть такой Семёнов, это, можно сказать, научный внук Андрея Николаевича Калмогорова, и есть такой ещё Володя Успенский, он заведующий кафедрой логики, это ученик Калмогорова. Володя Успенский очень просил меня помочь Семёнова избрать членкором и академиком. Сначала членкором, сейчас он академик, он стал сейчас ректором пединститута имени вот этого. МПГУ. Я вам объясню, почему МПГУ. Дело в том, что этот бывший ректор мне говорил, что если МГПУ, ассоциация будет связана с ГБУ, поэтому они не МГПУ, а МПГУ. Это бывший, моя мама там кончала его, и отец там работал. До конца жизни он был в этом институте в МПГУ и работал. Араталий Илларионович вы встречали? Шершов. Да, да, да. Ну, встречал, потому что, во-первых, он был в очень близких отношениях с Петром Лавреневичем Ульяновым. Они просто друзья были закадычные. И раза два я с ним встречался даже в гостях Ульянов. Ульянов в то время жил, вот тут был такой пятиэтажный дом Ломоносовский, 33, я в 35 жил. Вот. Он хороший алгебралист. Я могу сказать... Очень сильный комбинаторщик был. Борисы Шершова. Да, 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 да. И учеников у него очень много было. А публикаций, кстати, у него очень мало. У него было не больше сотен. Это у всех алгебраистов, так, понимаете. Вот алгебраисты немного публикуют. Шершов, член корреспондента, своим учеником, по-моему, Мерзляков фамилил. Мерзляков, да. Своим, который был доктором, Мерзляков, пришли, чтобы лететь в Москву. И опоздали на самолет. Ну, вот улетел самолет за минуту. Тогда они решили, а им обязательно нужно было в Москву лететь, они пришли к директору, или как он там называется, до аэропорта, попросить их вот срочно отправить в Москву. Пределили документы, тот посмотрел внимательно. А, видимо, как потом Анатолий Илларионович сам мне говорил, видимо, он не любил корреспондентов, потому что корреспонденты все время какие-то критические статьи писали про работу аэропорта. А он, видимо, не отличил член-корреспондент от слова корреспондент. И он, возвращая документы, сказал, Мерзлякову сказал, ну, профессора мы, конечно, направили, а вам, товарищ корреспондент, придется обождать. Есть такая совокупность болезней, которая называется коллагенозой. Это вот что за болезни, совсем грубо, если сказать. Эти коллагеновые ткани содержатся везде, в коже, в костях и так далее, в сердце, в легких. И вот по какой-то непонятной причине, до сих пор это, по-моему, неизвестно, вот дочь Хрущева от этого умерла, начинается процесс, заключающийся в том, что организм на собственные коллагеновые ткани реагирует как на чужеродные и их отторгает. Это, если хотите, антирак. При раке злокачественные новообразования, а здесь наоборот, на собственные эти. Таких болезней несколько. Ну, вот Анатолий Лорионович, насколько я понял, болел системной красной волчанкой. Это болезнь, которая внешне проявляется тем, что вот такая бабочка бывает. У нее она была, кстати. Поэтому мало фотографий его осталось. Да. Вот на лице правее и левее носа как бы крылья бабочки. Но это внешние проявления. А внутренние заключается в том, что по мере того, как поражается тот или иной орган, он выходит из строя. Это может быть, по-моему, у Анатолия Лорионовича это были почки. То есть эти коллагеновые ткани в почках, вот. Я так точно... Да мне Ульянов До 60 лет не даже... Правильно. Правильно. Да. Правильно. И он очень поздно пришел в науку, говорят. Да. Был учителем нешкольным. Это опровергает точку зрения. Ну, вы, наверное, слышали о том, что Павел Сергеевич Александров любил говорить такую фразу, что никто так быстро не старится, как математики. Быстрее всего старятся математики. Их опережает разве только опереточная актриса и кошки. Это была любимая фраза Павла Сергеевича. Я никогда не слышал. Как бы опровержением этого является то, что мы с вами сегодня говорили о функции Грина. Вот Грин, по-моему, чуть ли, я, может быть, что-то преувеличиваю, чуть ли не работал до каких-то лет портовым грузчиком и начал математикой заниматься очень и очень поздно. Потому что на самом деле, видимо, дело вот какое. Что если математик начал вовремя заниматься и там, ну так это тоже это говорил Павел Сергеевич, и до 30 лет не проявил себя никакими хорошими результатами, то очень трудно ожидать, что он и после 30 лет проявит им. Но это не значит, что ну вот мне 85 лет, я вот в 2012 и 2013 году вот в эти отчетывался я, 8 статей опубликовал, так сказать, вот. Так что можно заниматься и в моем возрасте и особенно если здоровье позволяет и память тоже нужна. Потому что что такое занятие математикой? Вы нанизываете на утверждение А, Б, смотрите, из А, Б вытекает, а дальше что вытекает? И вот если вы, если у вас плохая память или если вы сидите в такой обстановке, где рядом кто-то завершает, цепочка обрывается и все нужно начинать обривать самую начинку. Можно тянуть нитку мысли из себя. Правильно. Анатолий Илларионович конечно обладал и хорошей памятью и хорошей способностью работать. Он далеко очень ушел. Он баллотировался по-моему почти один или два голоса ему не хватило для избрания в академике. То есть совсем ничего. Еще бы если пожил бы он может быть на следующих выборах уже хватило бы ему он прошел. Он конечно основатель алгебраической школы даже и не только новосибирской но может быть даже влияние на московскую оказался еще там был близкий к нему по тематике еще раньше его умер Михаил Иванович Каргополов В связи с автором Эрзлякова книжка он тоже алгебраист был он сибиряк там место где он родился по-моему так и называлось Каргополье и там все по-моему это Михаил Иванович Каргополов был наверное помоложе немножко Анатолий Платонович он был мой ровесник Анатолий Лурионович Анатолий Лурионович какого года рождения давайте сейчас вспомним ну может Анатолий Лурионович 21-го года 21-го да да 66-го лет ну и 21-го 21-го это вот артекемический справочник здесь видите с портретами даже все когда избраны тема закончим а потом вы расскажите что вы молодым ученым может быть студентам даже будущим ученым посоветуете как им учиться чем какими задачами заниматься что вы видите какую задачу вы видите ну это очень трудно потому что я конечно буду на себя ориентировать я представитель одной только школы мою школу можно назвать но тоже функциональным анализом то чем я сейчас занимаюсь и прикладным функциональным анализом ну а заниматься важно вот что я могу им посоветовать сейчас конечно все основано на том что во первых уже выпускники приходящие к нам выпускники школы уже плохие очень стали потому что это ЕГЭ навязанный ЕГЭ проект не выявляет интеллект коррупцию и устраняет а только в школу загоняет а вузы начал заставлять котов в мешке студенты брать то есть мы берем но нам правда разрешили один экзамен проводить но есть олимпиадчики есть уже есть олимпиады да но даже я вам скажу вот почему Садович не мог это перебороть вот этот один экзамен который мы проводим значит МГУ имеет право проводить для всех поступающих один экзамен этот один экзамен вот если он по математике а многие кроме Мехмата и нашего факультета у нас основной экзамен по математике многие еще другие факультеты сейчас в МГУ по моему чуть ли не 30 с чем-то факультетов тоже устраивает ну почему можно экзаменовать русскому языку по русскому это гуманитарный должен быть а если не гуманитарный то предпочитает экзаменовать по математике так вот экзамены по математике задания по математике на всех факультетах на мехмате, на ВМК или там, скажем, на экономическом факультете. Совершенно одинаково. Но ведь это страшная глупость, потому что от математики, ну вы сами понимаете, больше требовать вообще. А от экономиста и не нужно особенно, больше требовать он бы там еще от кого-то. Ну, экономисты обычно, они через репетиторов приходят, они, может быть, натасканы даже и не хуже. Так что, что я могу сказать? Конечно, очень жаль, сейчас идет борьба с тем, чтобы потом ну, я вот, почему у меня все-таки собралась группа, я, благодаря тому, что я сам занимаюсь и таких беру, я имею право очень хороших. Имея не право лучше сказать, а возможность выбирать очень хороших учеников себе. Потому что я читаю лекции. Вы со школьниками работаете, да? Нет, я читаю, я работаю со студентами, которым я читаю персонализ. Они ко мне подходят. Вот почти все мои ученики, которые сейчас есть, один из них, вот, например, двоюродный внук Андрей Николаевич Тихонов, Кудешов. Мы с ним даже вместе доклад делали. Способный. Очень способный, да. Вот. И он, ну, я могу сказать, что тоже, вот, попал бы он кому-нибудь другому, он бы не так. Он даже получил как студент научные результаты, которые Академия наук российской, РАН, присуждает медаль и премию студентам за лучшую. Вот он попал в число студентов. Один только студент, он по математике, который эту премию получил. Ну вот, поэтому, конечно, вот, если бы не это мое чтение лекции, я потому и не бросаю. Мне говорят, что, ну, можно другую нагрузку взять, но я читаю это напряженно, читать общий курс. Вот в прошедшем семестре, это два раза у меня, вторник и среда, я очень не люблю рано вставать, тем более, что когда встанешь, еще нужно принять душ, там, позаниматься чем-то. Я, вторая пара у меня. Вторая пара, это, значит, примерно в 10.30 начинается, в 12.05 кончается. Во время этой пары, конечно, студенты, которые задают мне вопросы, вот, и сейчас на курсе, лучшие студенты, я их, я не знаю, смогу я взять, я их могу взять к себе, распределить на кафедру, а потом, а после этого, вот сейчас с тем, чтобы оставить при окончании, стало трудно, потому что сужается вот это вот число мест. Более того, значит, вот сейчас идет усиленная борьба с совместительством. Еще одну глупость сделали. Вот раньше, когда я вам говорил, что не было даже диссерционных советов, а в совете факультета было требование, чтобы один из оппонентов, если вы защищаете диссертацию, у вас обязательно был членом этого совета. И это правильно. То есть он, член этого совета, который близок, должен хорошо в этом разобраться. Сейчас вот новые правила, вот сейчас из-за этого у нас временно прервали сейчас защиту, будет говорить вот о чем, что оппонентом у защищающего не может быть человек, который хотя бы по совместительству работает во всем московском университете. Даже не на нашем факультете, он по совместительству на фисфарке. То есть ни один оппонент не может быть таким? Не может быть. То есть, в общем, то есть оппонент должен быть из других мест, чтобы он не по совместительству. Это новое такое положение, потому что раньше разрешили одного. Новое, новое. И вот этот Филиппов сейчас, он ВАК возглавляет, он тоже вот это не противится. Это глупая совершенно вещь. Либо не доверить, либо нужно искать во всем жуликов, что если он член совета, а так на самом деле, ну что же, приходится не стать на стороне, да, и так далее. Получается, вот эти расходы по приезду оппонентов, одно дело, когда оппонент местный, а того нужно оплачивать, кто будет? Сыскатель получается оплачивает. Я точно не могу ответить на ваш вопрос, но думаю, что у нас тоже это очень, что-то нужно выплачивать факультету, потому что председатель совета, он очень не любит, когда оппонент и благородный. Вы, говорит, его должны оплатить ему дорогу сюда, он говорит, а что вы не могли найти из Москвы, Москва такой город, почему обязательно нужно оппоненту вот так? Значит, у вас оплачивает все же организация. В огромную сумму падает эта защита тогда? Да, я согласен с этим. Ну, много несуразного сейчас. Но вы знаете, что еще? Я вспомнил, что мне говорили мои родители. Они мне говорили, ну, в то время, когда они учились, и чуть позже, это 30-е годы, вообще черт знает, что было. Был бригадный метод обучения. То есть, вот приходила бригада из 12 человек, один чего-то там, остальным всем автоматически, это нужно. Кто сдавал, тот на самом деле учил. И вот тогда такое, это и в университете это было. Второе, вот я сейчас вам могу сказать, профессора и доценты Московского университета. Вот я сейчас достану даже одну книгу. Так. Вот она. Да, вот. Я сейчас только думаю, о ком вам сказать. Липунов, пожалуй. Вот я с этого возьму. Это Липунов старший, это был вообще... Петербургский академик. Петербургский академик. А его внук, который является ибанилцем, который в Новосибирске был... Вот. И вот он кончал Мехмат. Вот вы найдите сами. Здесь Липунов, здесь Павел Фрагетов, Алексей Андреевич и вот с вами. Так здесь вот что написано, даже в этой книге. Что он был исключен, не принят, это еще ладно, это хоть гуманно, вот как мою тетку, не принят. А он был принят на Мехмат и исключен из числа студентов за дворянское происхождение. Ну в какие-то ворота лезет, а? Ну во-первых, он не виноват, не он же сам себя произвел в это дворянское происхождение. Ну да, вот. Это Липунов Алексей Андреевич. Алексей Андреевич, да. Там есть, да? Да-да. Вот, да-да, вот. Посмотрите. Участник Великой Отечественной войны. А вот там где... Окончен он был в 1933 году. А вот, в 1930 году исключен как лицо дворянского происхождения. Ну, это уже теперь мог. Об этом даже и писать нельзя было. Вот и таких, ну, я могу еще привести пример. Я просто вспомнил себя про Липунов. Ну, здесь обо всех чего-то говорится, о профессорах, о книгах профессора. Ну, в связи... А, Московского университета. Да-да, Московского. Ну, почему же Липунова-старшего-то нет? Ну, потому что да. И даже нет здесь, по-моему, видимо, Соболева, потому что он никогда не был. По-моему, он все-таки Профеты нет, он был все-таки. По Москве с трех лет хожу, А в себе все нахожу, Я черты провинциала. Мне бы их и жить пристало, А я ими дорожу. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok